Мистикаст На студии Да, зацените какая красота Из домашней тусовки мы перебрались С Академа Переехали на Подольчик Все это благодаря Давиду Врода Ребята тут снимают Студию на Нижневюрковской И вот Спасибо, что приютил Да, всегда пожалуйста Еще и поработал сегодня Режиссером Пока все подключили Уже успели попиздеть Посмотрим, как это получится В конце Шикарно получится, я уверен Я предлагаю начать Смешную историю Ярик, давай Тема со Степаном Ярик, кстати Ярик, Shadow Unit Сразу так к делу Давайте с какой-то историей Может поставим напоследок Но она такая Да, да, да У вас в конце же смешная история Мы еще сами ее не слышали Но предполагаем, что она смешная Скорее всего мы забудем Да, и это будет тоже прикольно Ну, имею ввиду Пишите в комментариях Какая была история Если мы это забудем Да, ну давай Например, начнем Такой introduction Типа как знакомство Именно с тобой С твоим творчеством Чем ты занимаешься В плане музыки И у меня первый вопрос Это был Я начал слушать твои треки Перед подкастом Особенно внимательно Серьезно готовишься Да, да Мне нужно было Вникнуть вообще в суть Что, какая музыка Я прям смотрю статистику Там по прослушиванию Просто спасибо Я теперь могу Да, это все демончик Вискарик Я бота написал На Python у меня Типа там Пошло Я думаю Это куда такая активность Пацаны, вы тоже Дрочите на статистику, да? Да, это правильно Ну, нужно смотреть Что происходит Блин, я иногда Ищу себя в гугле Хорошо, что Не на порнохабе Там уже знаешь Когда заходишь в гугл А там все ссылки Фиолетовые уже Знаешь Открыты И понимаешь, что хватит Ссылки Ссылки Это вообще беда Есть Интересное такое мнение Что скоро в будущем Будет профессия Называться Социальный стилист Короче Это человек Который Тебе причешет Все твои социальные сети Если, например Показываешь кому-то Ютуб Он там прям правильный Такой, как должен быть Знаешь, там Шеришь экран кому-то Открываешь Ютуб А там какая-то хуйня Вот Не это придумал Ты есть такое мнение Я знаю Есть чуваки Биологи Называются Это чуваки Которые пишут тебе Биографию Для соцсетей Специальную Под каждую соцсеть Специально для соцсетей Называются Биологи Биологи Мне нравится Мне нравится И Типа Я там заметил Цифру 20-48 По-моему 20-48 Откуда эта цифра взялась Это год смерти Подожди Я думал 20-64 Да-да Ну ничего 20-64 Рядом Да Пофиг Я так понимаю Что это какой-то год Ну да А ты Подожди Есть какая-то история Типа Это год Когда Че Не знаю Произойдет Не знаю Коллапс Что-то 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 Произойдет Наверное Я люблю Футуристичную музыку И мне интересно Делать ее о чем-то Не просто Чтоб Ну музычка Чтоб она была Какой-то Чтоб она рассказала Какую-то историю Конечно Я подумал Что прикольно Писать музыку Которая Не популярна Вот прямо сейчас В плане Вот популярен стиль И я пишу музыку Этого стиля И вот Она как бы Впитывает время Это тоже круто Ну то есть Это имеет место быть Но прикольно делать музыку И это сложно Но к этому прикольно Стремиться Классно Такую Чтоб можно было Через 10 лет Через 20 Послушать И ну понятно Что она будет уже Ну слышно Что это уже Друг Там технологии Идут вперед И так дальше Но чтобы смысл оставался Ну то есть Не технологически А более Художественно Да Художественно Чтобы ее было интересно Послушать И есть вот такая Зеркальная Другая как бы Ответочка С 2064 года Прикольно Наоборот С нашего времени На это будущее Прикольно Посмотреть Каким мир будет Не в далеком будущем А вот Буквально Сколько там 40 лет осталось Я плохо считаю Вот Он же Будет практически Таким же Как сейчас Только чем-то Отличаться То есть Вот недалекое будущее А будущее Которое рядом Оно прикольное Я люблю просто еще Фантастику разную И например Есть прикольное Особенно круто Когда есть старая книга Настолько старая Ну вот Например 1984 Знаете Да Вот А И она же написана Когда В 30-х годах Я не помню В 20-х Это так прикольно Что для человека Это было будущее Таким его представлял То есть Это тоже будет интересно Посмотреть Послушать эту музыку Там В 2130 году И видеть Как люди представляли будущее Ну типа Живя в наше время То есть Ты оставил Типа как музыку После себя И Ну типа С отсылкой на будущее Что это Ну мне нравится Когда будущее Не супер далекое Потому что там уже Сложно что-то предсказать Мне кажется Знаешь Типа в 2130 году Чуваки такие Ну типа Гуглят музыку Такие Блин А кто там был Популярен В 2064 году И находит Все твое Короче Короче Да И все перепутается У них Да И будут такие Блин Я люблю 60-е Именно Такие Чувак Это писали В 20-е Я думаю Так оно И происходит Чаще всего Когда люди путают Находят что-то И думают Что это Знаешь Показывает время А оно не показывает Это в фильмах Очень часто Когда люди Пытались показать Прошлое Снимали какой-то Старый фильм Ну типа А ты думаешь Что это снято В это же время Ну то есть Такие есть отсылки Ну и Собачье сердце Например По Булгаку Который черно-белый фильм Он же конец 80-х И вот такой вот И все такие Он наверное очень старый Ну там типа 50-х годов Нет Ну да Это прикольно Когда такая путаница Так Это получается Твой лейбл Правильно? Да Это мой маленький Маленький лейбл Я задумывал его для себя Просто издавать те треки Под свою музыку Да Под свою Но потом мне начали писать Классные ребята И типа Да И я думаю Почему бы нет Это так прикольно Ну то есть Какое количество Уже там релизов у вас? Не очень много 15 Нет я один 15 15 релизов? Да 15 релизов Я не хочу много Выпускать релизов То есть это и нет цели Там знаешь Когда там Я в год хочу выпустить Там 5 релизов Как идет Ну то есть В том плане Что есть классная музыка Я хочу выпустить Я не Ну не хочу с этого Создавать какую-то империю Знаешь Там То есть Есть у людей Там стремление Я хочу Чтобы супер Продавались релизы Нет Кому надо Тот слушает Ну Хоть какой-то план То все равно Должен быть на год Вот Вот я хочу Я хочу Чтобы этот лейбл Просуществовал До 2064 года Вот и все А потом нахуй его закрыть И уехать на Гавайи жить Нет Если не умрут До этого времени То он просто закроется Мне нравится Когда есть у вещей Знаешь Какое-то окончание Есть прикольный лейбл Модселектор Он назывался 15 weapons Типа 50 Кажется так Да Вот И они закрыли После 50 релиза Это круто Ну то есть Они как бы показали Серьезно? Да В этом Ну как бы Класс Мне нравится Когда есть что-то Они восстановили Свои типа Трешки Да Вот мы Вот мы хотим Это сделать И они сделали Это прикольно Ну то есть Когда есть конец Чему-то Если получится Я бы закончил Лейбл В 2064 году Ну слушай Я думаю Музыка Она Как бы такая штука Вечная И бесконечная Если ты уже Музыкант Если ты уже Стал на эту дорожку Так скажем Да Это прикольно Наступил На музыку То все Ты уже Никуда от этого Не денешься Она всегда Будет у тебя В жизни Занимать Какое-то Место А там Ты уже Будешь Разбираться И не важно В принципе Какой формат Будет Может пропадут Стриминги Возможно Пропадут Диджитал Музыка Будут люди В VR Взаимодействовать Как-то Получается Это твой Лейбл Ты там Издаешь Музыку Не только Свою Но и Создавался Под себя Вот И Зарубежные Атисты Есть Или Локальные Только Локальные Но Мне все Равно В том Плане Что Я специально Не ищу Знаешь Мне нет Такого Что Я сел Надо Вот Этого Чувака Издать Чаще Мне Пишут Прикольные Ребята И Я Хочу Издавать Такой Подход Это Не совсем Лейбл Лейбл В таком Классическом Понимании Это Больше Поддержка Классной Музыки Классных Ребят Таким Подходом Вопрос Ты зарабатываешь На своем Лейбле? Нет Заработал У меня Тотально Наверное За год 50 долларов Максимум На Стримингах Да На Стримингах На Спотик Да Понимаешь Тут идея Еще в том Что я Сразу Это признаю Ну Я имею ввиду Что я Сразу Признавал Для себя Что я На нем Не заработаю И Мне кажется Люди Немножко Себя Обманывают Которые Думают Что они Будут На Такой Ну Это Не супер Антеграундная Музыка Прям Там Совсем Типа Но На Такой Музыке Прям Много Денег Зарабатывают Мне кажется Само Обман Как бы На Продажу Чисто Музыки Люди На концертах На выступлениях Зарабатывают Очень крупные Артисты То есть Если у тебя Миллион Прослушиваний То ты Окей Заработаешь Четыре тысячи Долларов Как правило На те треки Которые Миллион Прослушиваний Тратят Больше Чем Четыре тысячи Ну То есть Оно Не окупается Мне вот Сейчас Просто Интересно Что с рынком Как он Поменялся За время Пандемии Типа Окей Музыку Чтобы ее Просто Купить И слушать Ну Как правило Я очень Нацелено Покупал Музыку Поиграть А сейчас Очень редко Играешь Потому что Вечеринок Просто К сожалению Из-за этого Продажи Те лейблы Которые Издавали Пластинки Им сейчас Супер тяжко Потому что Пластинки Как раз Если это Танцевальная Электронная Музыка Не альбомом Именно И пишечкой Продается И Сложно Представить Человека Которые Будут Скупать То есть Он купит Только Самое Любимое За год Что-то Вышло Офигенное Ты купил Но Не так Что Слушаешь Пластинку И думаешь Я ее Не готов Купить А есть Действительно Треки Которые Ты не можешь Просто Не купить Я ее Куплю Пускай Придет Лет пять Я ее Все равно Отыграю На вечеринке Мутвирую Лет пять Но Я имею ввиду Что Купишь Она будет Рабочая Супер Рабочая Пушки Да Вот С таким Подходом И у меня Нету Такого Что Вот Только Можно Играть Только С пластинок Я уважаю Людей Которые Он Левинил И так Дальше Но С другой Стран Я не люблю Когда Этим Супер Кичется Потому Что Ну Камон Чуваки Насобирать Денег На пластинок И научиться С них Играть Это Может Любое Это Не тот Повод В нашем Мире Чтобы Кто-то Этим Кичился Ну Бывает Есть Такие Ну Слушайте Ну Никуда Ж Не делись Домашние Вечериночки Где ты Хочешь Своих Друзей Впечатлить Какой-то Новой Пластиночкой Или Корпоративные Такие Маленькие Тусы Или Большие Тусы Которые Скрывают Что Они Происходят Но Я К Пластинкам Отношусь С такой Точкой Зрения Как Ты Говоришь Я Не Могу Это Не Купить И Причем Даже У Есть Такая Штука Что Я Люблю Уграть С Каким-то Релизом Ну Я Такую Игру В том Плане Что Я Специально Ее Не Заказываю Она Должна Сама Найти У меня Такое Было Пару Раз Это Очень Прикольный Кайф Когда Ты Случайно Заходишь В магазин Пластинок И Вот Релиз Ты Марта Эта Вечеринка Была Короче Приезжала В Клозер Роза Трензи И Тиффани И Значит Там Был Такой Супер Откровенный Бенгер Из 90-х Какой Техно 90-х Вот Знаешь Помнишь Mortal Kombat Тему Это Тоже Техно Трек Техно Брикбит И Называются Эти Ребята Которые Написали Техно Там Как Техно Чуваки Короче Да И В таком же Стильке Очень много Музыки На тот момент Выпускалось И В общем Гвоздь Программы Так скажем Типа С этого Трека Пошел Просто Взрыв На вечеринке И Пошел Дальше Типа Сет И Этот Трек Пошел Приход На вечеринке Вот так Скажем Это Тоже Да Там У всех Там Буквально Началась Любовь На танцполе Неслось Вообще Очень Жестко Mortal Kombat Любовь У меня Про Mortal Есть тоже Интересная Рассказка Да Он очень Танцевальный Очень Крутой Помните В Mortal Kombat Есть фрэншип Такая фигня Когда ты Не добиваешь А именно Оставляешь Вживую Свою Сопротивную Будет Не фрэншип А Love Ship И В общем Ловшит Еще тоже Можно Ловшит И Локация Клоузер Да На фоне Это было Буквально После вечеринки Буквально Прошло месяц Или два И Открылся Ну Не открылся Он всегда Открыл Клозер Рекорд 100 И пацаны Пошли Посмотреть Винильчик И нашли Эту пластинку За 150 гривен Ну крутяк Класс Ну Это вот Она сама Нашла Да Она нашла Да Это прикольно Такая Отсылка Просто У меня Про Mortal Есть странный Странный Случай Так я не назвал Название Трека Давай Это квадрофония Значит Называется Трек Find the time И есть Ремикс Называется Second wave Mix Это вот Этот трек Я не знаю Я наверное Не смогу Оставить ссылку В описании Лучше погуглите Сами Почему Мне всегда Обидно Когда я слушаю Подкасты И вот говорят Какое-то название Можно же просто На ютубе Если вы Наслушаете На ютубе Просто в комментариях Сделать такую Ссылочку Можно даже В течение Видоса Можно Написать Ссылку Я например Сейчас читаю книгу И случайно Нашел плейлист Который Все отсылки К этой книге Все треки Которые там были Он собран И так прикольно Читаешь книгу И слушаешь Сразу То, о чем Что, да? Не-не-не-не Я люблю Пелевина И у него Вот новая книжка Вышла И есть плейлист На спотифай Прям Там есть Отсылки Там есть Рассказы Про какие-то Треки Что за книжка Непобедимое солнце Кажется называется Он каждый год Выпускает книгу Я по классике Читаю Каждый год Его книгу Иногда бывает Хуже Иногда лучше У меня такое хобби Вот В этот раз Мне кажется У него получилось Прикольную книжку Сделать Пелевин У меня странный случай Знаете Когда родители говорят Типа Не смотри Страшный фильм Тебе он приснится И вся фигня И я всегда такой Ну это ж фигня какая-то Ну типа А потом вспомнил А потом вспомнил Черт возьми Я сам попался В эту ловушку Я когда был маленький Я очень хотел приставку Mortal Kombat Все дела И когда у меня появилось Mortal Kombat 3 На 8 битки И Это наверное уже были 16 Да У меня никогда не было 16 битки По-моему Нет Был Mortal Был Mortal Это было Это второй Ребят Он вышел на Sega Но потом его Перекак-то Портировали Но как-то очень ужасно Ну Я понял Короче У Majora была Sega Я не был Мажором И у меня была 8 битка И Короче Я играл в эту игру И потом я не мог спать Потому что мне снилась Катана просто Которая Мне снились реально ужасы И я просто такой Что? Что со мной происходит? Я помню Из прикольных игр На 8 битку Это Battle Tots Да Там был уровень С мотоциклами Помните эту фигню? Не помню Там где ты Короче У тебя в конце уровня Ты сражаешься С какой-то типа Большой-большой крысой Жирной Такой отвратительной И ты до этого должен Лететь на таком мотоцикле И огибать препятствия И там типа Скорость все время у тебя Увеличится в течение Этого уровня И его он супер бомбящий Просто То есть ты там реально Типа мог Дростик съесть От злости И что снилось? Не, не, просто Сейчас помнили 8 битку Я помню этот Battle Tots Я помню Как я нервничал Когда не мог Этот уровень пройти Потому что А все горели Да Я вообще типа Угорел недавно Ну не так давно Может месяца два назад Подписался на канал На ютубе Там где чувак Обозревает спидраны Спидраны Это целая культура Оказывается Там типа чуваки Которые проходят игры Очень быстро И они там Считают игру По фреймам Прям покадрово То есть когда В какой момент Нужно там Куда-то прыгнуть Ну там не только фрейм Я так понял Там типа идет момент Что он например Забирает Забирает какую-то Какой-то артефакт Например в игре Да персонаж И чувак Который проходит спидран Он понимает Что какая-то Ящейка в памяти Была записана И он этим Как-то пользуется Типа путем того Это кличи Кличи Да Просто количество времени Проведенное Для того чтобы Сделать этот спидран Черт возьми Ну какое-то невероятное Сейчас будет Очень тонкая шутка Посмотрите Это то же самое Что писать музыку Ну типа да Ты проводишь Случай времени Но толку В смысле толку Я шучу Не нравится Это побольше Если написал У тебя есть Конечный продукт Как это называется Это не спидран Мне нравится Когда ставят Специальные Какое-то ограничение В игре Например Есть типы Которые проходят Марио Без единого убийства Это тоже спидран Это тоже спидран У них есть Градации Без смертей Без убийств Без чего-то еще И они проходят Такие игры И ты смотришь И реально У меня любимая игрушка На 8 бит Была очень странная Я случайно Короче я не покупал Кадриджи А обменивался Ну типа так дешевле Да Там 3 гривны Докидываешь И меняешь на другой И случайно Просто Я не знаю Как мне эта игра попала Но она стала Моей самой любимой Есть такая игра Называется Dizzy Чуваки Это самая убитая Просто игра В мире Ты Яйцо Кажется Ты яйцо Ты живешь В каком-то домике В лесу Ты никого не убиваешь Ты общаешься С людьми И делаешь Какие-то квесты Выполняешь Причем Карта Громезная Ну в том плане Ты можешь идти Она 2Dшная Ну точнее Как сказать Плоская Плоская Нет 2Dшная Как Марио Но ты можешь Влево идти Очень далеко И вправо И там будут города И там будут города И просто Я не знаю Как ее пройти Ну то есть Это бесконечная игра Какая-то То есть там Она очень длинная Она очень сложная А там как-то Мир генерируется Рандомно Нет Мне кажется Что нет Ну просто Она очень сложная То есть ты каждый Как бы вот этот Сантиметр Отвоевываешь Знаешь Прошло 2 года Я думал За этим квестом И его прошел Я например Сейчас могу дойти Я знаю Что я могу В какой-то город Зайти Там есть пират И я до сих пор Пирата этого не обошел Я всю жизнь в нее играю То есть иногда Там пару лет Я открываю У всех есть игра Которую ты вот Открываешь Раз в 5 лет А проходишь И успокаиваешься У меня есть игра Которую я просто Проходил Это Doom Все Doom Я просто И мне причем Нравится в Doom То что эта игра По сути Отключает полностью мозг Суть игры Беги и убивай Все И причем Убивай брутально Ломай головы Отрывай зубы Вставляй их Короче в глаза Ну От Израиля На самом деле Ну очень смешно Мне понравился Комментарий Типа Джона Ромеро Который Ну создатель Doom Когда они Типа Создавали игру Они типа Ну мы хотели Сделать шутер И знаешь Типа Без сюжета Типа Сюжет должен быть Такой как в порнофильме Знаешь Просто там типа Сюжет Doom Это типа Там самое что интересно Бери и ебаш Всех Ну типа Игры которые мы играли На 8 битке На самом деле Написаны просто Супер ниндзами Программирования То есть у тебя Просто мизер памяти И там кстати Самое что интересно Если разобрать картридж Что это по сути Память дополнительная Во многом То есть И это очень было прикольно То что Чуваки так сильно Заморачивались И пытались Из ничего Сделать что-то такое Тебе не кажется Что это ограничение Они не считали Что у них Ограничение какое-то Как для нас Пройдет лет 20 Будут говорить Как они могли На этих процессах Что-то сделать Для них это было Много Так много памяти Ну не может Нормально Для них другого Не существовало Они такие Ну вот есть такой Энварьмент Мы в рамках его Будем что-то делать Есть прикольная книга Просто факт того Что они Ну это очень круто Вы не читали Консольные войны Есть такая книга Я ее никак Руки не дают до конца Зачитать Но я читал ее Кусками И она действительно Интересная То есть там как раз О том Я могу ошибаться Я думаю Я читал этот кусочек Но там как раз О том Что делали эти ребята Которые создавали Дум Вольфенштейн И так дальше Как они жили Они же были звездами Того времени То есть они Ну реально Чуваки Которые делали Дум ID Sapphire Да Они же там На красных феррари Катались Это чуваки Которые вообще придумали Так скажем Шутеры Да Первого лица Quake Первый, второй Блин Самая первая Самая первая Вольфенштейн играли Вольфенштейн Был сам первый Да Ну может еще что-то До этого было Но в моей жизни Это был первый И это кайф Это первый Первый шутер По второму Quake До сих пор Проводят чемпионаты То есть Так он идеален Просто Да То есть они Это первые Вообще сетевые шутеры Они написали Сетевой код И тогда были Не-не-не-не Чувак Ты немножко путаешь Первую сетевую Были до этого Да Не-не-не Шутеры Шутеры Нет-нет Я играл Играл и в Doom По сети Да Пацаны Пацаны Я короче И тогда был Другой момент Был другой тип Подключения Не то что Сеть как сейчас Я по модему Еще Да Там были Свои Первую сетевую Игру написали Пацаны Которые написали Варкрафт Был такой прикол Они играли в Дюну И они всегда хотели В Дюну Шпилить по сети И они написали Сетевой драйвер То что мы сегодня Называем батлнетом Это то что было Специально придумано Для того чтобы Играть по сети Это по сути Первая сетевая игрушка Это Варкрафт Я представляю человека Который в этом Реально разбирается У него сейчас Такая даже кровь из ушей Бывает такое Слушай Ну мы же в играх Не сильно разбираемся И он такой Что они несут Черт возьми Какие Сейчас сидят такие Да-да-да Пока все нормально Пока все нормально Если будет лиситься кровь Я вам скажу А ты фан Фан Игер Хотели бы написать музыку Для программирования Музыку написать Для игры компьютерной Да У меня есть игра Я хочу Не знаю Не знаю Deus Ex Я очень большой фанат Deus Ex Есть такая игрушка Deus Ex Да Deus Ex Да Просто Deus Ex И там музыка Музыка шикарная Мы пришли к офигенному топику Это музыка и игры Реально Если так взять Вот не знаю Концептуально Из 90-х Да Вот этот промежуток времени Когда ты там Начал знакомиться С компьютерными играми И с музыкой в том числе И вот когда появились Вот PlayStation Вот этот вот момент Самый интересный Потому что на Музыка Которая была на PlayStation Это была уже Ну Полноценная музыка Не был 8-битный какой-то Я тебе так хочу сказать Что 8-битную музыку Тоже писали композиторы Специальные Да Конечно Полноценные чуваки В софте специально Но с электронной музыкой Которую мы сейчас уже Так скажем Впитали Я понимаю Ты имеешь в виду Можно было подписать Какого-то музыканта Который напишет Нормальный трек Need for Speed Да Блин Друзья Сейчас тоже так происходит Сейчас тоже так происходит Да Мы об этом и говорим Да Потому что типа Ну Что можно купить Лицензию на использование Треков в игре И это прикольно У меня там просто Компьютерные игры Они познакомились С электронной музыкой В какой-то степени Какая игра тебе запомнилась Я познакомился С Junkie XL Благодаря Need for Speed И я просто охренел Need for Speed Статик X мне нравился Xeon Мне кажется Для многих Для многих NFS Это было Тут открытие А ладно Окей Taken 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 3 Там тоже саундтрек Очень футуристичная музыка Очень прикольные звуки Которые раньше Никогда не слышал Даже не представлял Уже такое бывает У меня есть интересная история Как я впервые Услышал Точнее Не услышал А осознал Что такое Drum and Bass Очень странная история Я писал музыку давно Там еще с лет 13-11 То есть Я ездил на Петровку Или на радиорынок Покупать сэмплы Ну это просто там Какие-то нарезки Там биты И все такое Специально ездил Покупал на диски И вот я так приезжаю В лет 13 на радиорынок Кажется И вижу диск Называется Drum and Bass Я такой Удары и бас То что мне нужно Беру, беру, беру Приезжаю И я такой ставлю И что? Где сэмплы? Почему-то треки Я был так разочарован Просто Я такой Что за фигня? Это же самое понятное Самое понятное Название стиля музыки Ты сразу понимаешь В чем ты столкнешься Что там будет? Там значит будут Ну Скорее всего Да Там еще будет Там еще и бас А в детстве А где же А в детстве То что сейчас Я понимаю Что это Drum and Bass Я называл Трип-хопом То есть я путал Эти два направления И я думал Что вот это Быстренькое Ломанное Сэмплированное Это трип-хоп Называется И тогда только У меня сошлось Весь пазл Да Это очень странно Тогда кстати Очень были Интересные эксперименты Вот Я помню В школе учился Где-то мне было Лет 11-12 И с Drum and Bass Происходили разные Такие скажем Эксперименты Какой-то год Пребязательно Ну чтобы понимать 2002 2002 2002 2003 год И значит Электронная музыка И что-то У него все больше И больше Она на радио Уже была По-моему Кис-фм В фильме Матрица Уже Там играла Ну Да И Но Drum and Bass Он не был Как бы такой Обширный Популяризированный В то время Вообще У меня там В школе Слушало Два-три человека Старшеклассники С которыми Я тусил И был диск Который Попал мне в руки Это Drum and Scratch Он назывался Да Да Знаю То есть Не Drum and Bass А Drum and Scratch Я такой Блядь Не помнишь Чей это было Не помню Это была компиляция Я просто Скорее всего Она выходила На фрагменты Мюзик Топольского Нет Это был не украинский Нет До этого Еще до этого Еще до этого Ну Окей И значит Тысячу процентов Drum and Scratch Что-то типа того Вот в таком плане Такие попсовые Названия Да Но это была болванка Это просто была болванка Кто-то себе переписал И написал Просто на Так от болды Кто-то написал Да Я не знаю до сих пор Ни названия оригинального Этой компиляции Ничего И Самое прикольное Это то Что там Были все треки Со Scratch Это полностью Очень концептуальная Такая Двенадцать Компиляция Драм-н-байс И под которые Пилят И пилят Невероятно Качественно Просто Ну там Блин Сейчас эта культура Конечно Скрэйчинга Тантаблизма Куда-то Куда-то Мне кажется Пропадает Ну в том плане Что она такая Очень нишевая стала Вот конец девяностых Начало двухтысячных Все там прям Фанатели И такой диджей Это человек Который Скрэйчит Ну помните Отрыв И так дальше Такая классика Была А сейчас Как-то Этого нет И мне кажется Это прикольно Было бы вернуть Какие-то кусочки Я жду Когда это будет Сейчас набирает Популярность Больше Скажем Давай так Этот диджеинг Спортивный Да Это спорт Компетитив Такой диджеинг Когда собирались Чуваки И батлились Кто лучше Скрэйчит И у них Были фрагментом Три минуты За три минуты Ты должен был Выложить Свой Поставленный Спектакль В котором Ты Представлял музыку И там Короче Скрэйчишь Под это И это все Типа Как концепция Твой фрейм И ты в этом фрейме Выкладываешься И Этого Сейчас стало меньше У нас В Украине А за рубежом Это растет И развивается Немножко в другую Типа степь Они сейчас Подключают К Всему Это Фингердрамминг Да Фингердрамминг Битбоксинг И Там У чуваков Представление Там уже Длится Две-три-четыре Минуты И там И скрэйч И Разные Типа приколы С синтезаторами Лайвы целые Я немножко О другом Имел ввиду То есть В самой музыке Когда ты слышишь музыку Скрэйча стало Очень мало И Ну возможно Ты не любил Никакого скрэйча Да Никакого скрэйча Я вечно такой фанател Смотря какой Смотря какой скрэйч Когда ты берешь фрагмент фразы Какой-то И ее повторяешь Ну это может быть очень интересно Да Это согласен Ну то что делали Кемикал Браздерс Например Мне нравится скрэйч Когда он Реально гармонично Уместен И это как правило Слушай Ну так обо все можно говорить Когда что-то гармонично Уместно Оно хорошо Портис хэд Там скрэйч Это отдельный инструмент В том плане Что я вот эти треки Портис хэд Не представляю Без скрэйча Которые Это отдельная дорожка И просто Очень аккуратно Очень правильно Что далеко ходить Возьмем же тот же Бумбокс Окей Там Классно мы с Портис хэда На Бумбокс Да Такой прыжок Да Ну типа Бумбокс Да Да Они брали Да Они В плане Именно Да Там органичные Там очень Оно Как зовут Как зовут Диджея Бумбокс А я вот не знаю Но знаю Что у него Порш Ого Сплетни Сплетни Он продюсером Всем похер Нет У него Круто Я смотрел Интересно У Диджея Портис хэд Есть Порш Если ты умеешь Скрэйчить У тебя должен быть Поршишка Поршишка Помните В Нью-Йорке Был концерт Портис хэд Ты смотрел запись Так это же классика В 1998 год Конечно Не на пластины Чки Просто Кайфовал Ничего мне нравится Сам вид концерта Это какое-то Баскетбольное поле В школе Знаешь Какой-то спортзал В школе Выглядит по крайней мере Так Если вдруг Кто-то не смотрел Этот концерт Лучший концерт Наверное В Нью-Йорке Просто И оркестр Такой небольшой Есть И это просто Там есть момент Еще В зале Люди плачут Да И там Мне очень нравится Момент Человек По-моему Песня Бэт Гиббон Песня Самая популярная Саур Таймс Она допевает И они еще Не закончили трек Осталось Буквально Еще аккордом Затухание трека И чувак Него держит На задних Родах Дико орать Все начали Свистеть Ты такой Вау Супер А трек Он очень Меланхоличный Дико рыдать Я тоже подумал Причем Ты когда Смотришь Концерт Ты смотришь Концерт Когда сидя дома За компом Я еще смотрел В Луганске Короче На таком обычном Мониторе Типа Слышишь В очках Липнешь Этот концерт И музыка Она Я кстати Впервые Я сам Человек Пришел Электронную музыку Внимание Дезметал У меня был Брутал Дез Грайндкор Партиз Хэд Не важно Как это Произошло Не суть Но так Произошло И я дома Мурашки Под специальной партии Она делает Затяжку Я это еще В школе Это увидел Глубже В вокал Для меня Было странно Что человек Курит И поет Одновременно Это довольно сложно Это не связная фигня Мне недавно Вокалисты Сказали что Вроде Это не связная Фигня Но я не знаю Сколько это правда Напишите в комментариях Сколько это правда Курение На вокал Она кстати куривая Причем у нее голос Тонкий-тонкий Заметьте Никто так не плачет Как Бэт Гиббонс Мне кажется Я не могу Теперь слушать Записи Партиз Хэд Без вот этих Аплодисментов На фоне Они кажутся Очень стерильными Кстати советую Если не слышал У нее есть сольные альбомы Сольные альбомы У нее есть Просто Такая бомба 2000-й Кажется год Или 2002-й Out in time Кажется он называется Вместе с Другим чуваком Я так понимаю Это гитарист Сейчас фанаты Этого чувака скажут Ну ты лось Ты не знаешь Как его зовут Наверняка Это популярный чувак Но в общем Это очень сильная альбома Я жду комментарии Под нашим подкастом Ну ты лось Вообще Я считаю Что вот Трип-хоп Бристольский Это в какой-то степени Невероятный толчок К многим другим стилям Мне так кажется Так это целый Пласт поколения В этом году Вышел фильм Он о Бэнксе Но он не совсем О Бэнксе Он вообще об этом Сеет движнее Трип-хоп Тусне Которое в Бристоле Тусовалось в это время То есть Там средина Начала девяностых Причем город так себе Классный фильм Советую посмотреть Ты был Чем страшнее город Тем прикольнее музыка Я так понимаю Детройт Тот же возьми Мне кажется Так музыка Как-то Все-таки Отражает Твое Бытие Скажем так Оно как-то Отражается в музыке Да Оно определяет Все-таки сознание И поэтому Тот Грубо говоря Тот период времени Которые люди жили там Он как-то Отражен в музыке То есть это то, что я всегда говорю Что музыка Она должна отражать Контекст времени В котором мы живем То есть Почему нам Мне кажется Кайф слушать Партизхед Ну слушай Не должна Ну и как раз О том, что я говорил Что ты можешь Разные подходы выбрать Но когда отражает Это круто Ну смотри Давай возьмем Любое другое искусство Например Изобразительное Да Вот Ты когда смотришь картину В какой-нибудь Третьяковке Ты смотришь Ну класс Картина А когда тебе говорят О ее контексте Типа Когда автор ее писал Что там Его там не знаю Кровавая губня Там его убивала Сложно судить искусство Сложно понимать его Так же книги Так же картины Для любого мне кажется Искусство сложно понимать Без контекста Причем Но мне кажется Что есть какой-то Должен быть какой-то контекст Времени в искусстве Мне кажется В этом кажется Очень сильная беда Той электронной музыки Во многом Которая сегодня Играет в клубах Это музыка Одного дня Ну да Есть такое То есть В нем Есть такой контекст Типа Потанцевать И Не важно Вот И больше контекста Нет Мне нравится Почему Классный Макс Купер Как вы считаете Да У него безусловно Офигительный Продакшн Без всяких вопросов У него Самобытная музыка Все эти гличи Всякие вот Нойзы Всякие дисторшины Все очень красиво звучит Но вот у него Есть какой-то контекст Ты его слушаешь Там трек Cycles И ты такой Вау Он у тебя с чем-то Резонирует У тебя какая-то Картинка в голове Знаешь Ты какое-то Переживание Испытываешь Этот момент Прям Чувак По сути Сидит где-то в Британии И передал тебе Свою эмоцию На расстояние Это Блин Невероятный язык Сегодня у человечества Ты понимаешь Что это Очень такая штука Индивидуальная То трек который ты считаешь Однодневным Кому-то может взорвать мозг Он будет Лучшим треком В его жизни Это хороший консерн Но просто Есть один маленький момент Мне кажется ли вам Что чем глупее музыка Тем Сегодня она Более популярная Тем самым Мы можем С какой-то долей вероятности Считать Что сегодня Музыкальный потребитель Глуп Нет Я так не скажу Никогда Я думаю Что всегда люди были Одинаковые В плане Ты можешь копать В чем-то глубоко А можешь Не очень глубоко То есть К примеру Кому-то чай Липтон Ок Ну любит он чай Я люблю там Липтон с лимончиком А кому-то Липтон Ну никогда в жизни Не буду пить Липтон Потому что я знаю Гораздо дальше Вот именно Ну ты к любому Вино Ты можешь пить Любое вино И оно будет окей А ты можешь Лучше разбираться В нем Чувак И это подтверждает Мне кажется Мой консерн Тему того Что как раз Тот момент Что у человека Есть пытливость К чему-либо К любой информации То есть Грубо говоря Человеку сегодня Придут и скажут Вот послушай Там Меладзе Без обид Фанатов Меладзе Если вы нас смотрите Что вряд ли Ну в общем Если приходите Ставите Меладзе Кого-нибудь Между строк Обида Такая Пассивная агрессия Между строк Ставят тебе Меладзе Кого-нибудь Говорят Вера Брежнева Сейчас слушает И такая Черт Почему они обидели Моего Это мой любимый Подкаст Они обосрали Как его зовут Видите Я пришел защитить Меладзе Так вот И приходит чувак Говорит Или там Не важно Дисно Меладзе Говорите Вот есть чувак Послушай Это супер музыка Ты слушаешь Ну Типа Ну посредственно Ну типа Какая идея Какая эмоция Вообще Мне кажется Что идея Должна быть В принципе Во всем Ну в любом Действии Человека Сегодня Она должна быть Идейная Потому что Иначе Ты проживаешь Жизнь зря Ты исключаешь Случайность Нет Случайность важна Она есть Но даже В случайности Может быть идея Вот как ты говоришь С пластинкой Ты такой Раз И увидел пластинку И ты говоришь Блин Класс Это пластинка У тебя На этом Построена Идея Того Что пластинка Сама тебя Находит Понимаешь То есть Даже Ты случайность Засетапил Скажем так В environment Идеи Вот Так же Смотри У меня вопрос Ты можешь представиться Человека Который Офигительно Разбирается В вине Супер Сомелье И так дальше Но Он не любит Электронную музыку Он вообще Не разбирается В ней И такой Без проблем Типа Дарут Сансторм Идеально Такой Знаешь Ну типа Он застрял Где-то там В конце 90-х И мог Смотри Чувак Да Есть такая Штука Но просто Понимаешь Такой Крэзи фрок За шибок Зачастую Кстати Так не есть Вот зачастую По крайней мере На моей практике Встречаемые мне люди Если они в чем-то Классно копают Типа Не совсем Они лузеры Во всем остальном Да Во всем остальном Они понимают Что поверхностное музло Или поверхностный контент Который к ним приходит Они умеют его определять Потому что У них есть опыт Нахождения Не поверхностного Чего-то в другом То есть Они перекладывают Свой опыт В вине Грубо говоря На ту же музыку То есть Он понимает Прекрасно Что это вино Говно Вино Говно Подписывайтесь На наш подкаст Вот И такие говорят Вот мы ставишь музыку Он такой Мне кажется Что все равно У человека Мозг работает так Он тренируется Нельзя так сказать Как мышца Это называется Система Ассоциация Ассоциативное мышление Возможно Когда ты Где-то В чем-то В какой-то сфере Что-то делаешь Ты как-то развиваешься Делаешь какие-то шаги Делаешь какие-то Какие-то практические Не знаю Упражнения И так далее Ты переносишь этот опыт На другие На другие вещи Да Ты просто Допустим Если ты в играх Искал Какие-то Игры Перерыл 200 катриджей И нашел Две Пиздатые 8-битные игры Типа топовые Точно так же И с музыкой Ты перерыл 200 пластинок И из них Отобрал Две Типа Супер Рабочие И опять-таки В чем Ярик прав В том Что конечно Есть большой пласт людей У которых просто Нет времени На это Абсолютно То есть Люди слушают музыку Как просто Контент Который Даже желание Смотри Что такое время Это желание Ну в том плане Они могут его инвестировать В музыку Но им Я считаю Что все равно Любой такой контент Аудио-визуальный Он влияет на мозг То есть Ты как-то его потребляешь Это Музыка Так как музыка Влияет тебе на эмоции Значит Она по-любому Влияет тебе На твое мышление То есть На твое какое-то Только ты потребляешь То же самое Что ты кушаешь И пьешь Информация такая же Поэтому Да Я всех призываю Кто смотрит подкаст Пожалуйста Выборочно Относитесь к музыке Не слушайте все подряд Пытайтесь с ней Разбираться Все-таки Это тоже важный контент Который вам Ладно Окей Классный топик Классный топик Это вот То как Ты Исследуешь музыку Типа Музыка Это в принципе Это такая область Которую ты исследуешь То есть Да Там Стили, жанры История Истоки И так далее И тому подобное Вот Например Ты можешь рассказать Свои какие-то там Фишки Может быть То время Которую ты там провел Это интересно Потом ты начинаешь Хотеть ее купить То есть Я достал время Когда музыку покупали И ты такой Бегаешь в один магазин С кассетой И говоришь Вышла Вышла уже? Нет, чувак Я как-то целое лето Меня уже продавщица Просто выгоняла Ну типа Нет, этот альбом еще не вышел Ну типа Иди отсюда Просто Я бегал Я любил хип-хоп тогда И я там Типа Уже? Нет Жди, еще жди И когда он вышел Эта кассета просто Это не знаю Наверное нету Какой-то другой Высшей ценности У меня не было Что я мог в руках Подержать Кроме вот этой вот Кассеты Ну да Этой кассеты У меня дисков Кстати Как-то не было Я пропустил этот момент В том плане Что у меня на компьютере Уже появились МП-3 У меня был комп Но CD проигрывателя Не было И были кассеты Я переписывал И помню Брал диск у кого-то Писал на кассету Чтобы потом это слушать Ну да То есть сначала Музыка тебя так находит А потом ты начинаешь Узнавать Что есть музыканты Чем они занимаются Что есть лейблы Группы Блокаты Да До сих пор Многие люди Там не ищут Например по лейблам И им это не нужно И это очень прикольно Когда ты открываешь мир Что есть лейблы То есть есть издательство Которое можно Я думаю фанаты книг Тоже так же делают В плане что Или фильмов Есть издательство Да Я например Я книги не по издательству выбираю Но есть я думаю Люди которые прям знают Что это издательство Есть только вот Белое яблоко Русское издательство Которое охренительное Вот супер респект Я все книги коллекционирую Читаю очень круто Ну то есть музыка тоже есть Такой концепт Получается что Если ты находишь Классную пластинку Классный трек Там какой-то Хочется узнать Кто его издал Кто его написал Получается есть Какие-то селекторы Которые уже Точно подбирают Классно И разбираются В теме какой-то Еще очень прикольно Смотреть Криденшал Это у меня такое Хобби Недавних времен Например Какого-то попсового трека Супер популярного Посмотреть Кто над ним работал Там берешь Какую-то Бейонсе Или ФК Твикс Например Там можно много Чего интересного Откопать И смотришь Просто Когда там 20 человек Причем Те люди Которых ты там знаешь И так дальше К примеру На Девка Твикс Корелос Есть такой музыкант Прикольно Приезжал в Киев Экспериментальный чувак И потом Джеймс Блейк И так дальше Маут Кимби Очень много Делают композиции И это очень прикольно Когда ты видишь Уже под разными углами Еще классная Есть книга Не помню Как она называется Вот Но она Она очень прикольная О том Как пишутся Поп-хиты Очень крупные Очень советую Почитать Если я вспомню Ее название До конца программы Три или четыре Супера Суперпопорно А не вспомнишь Напишешь Да Суперхит Как называется Ну дурное название Но книга Очень крутая И оказывается Что для разных Бейонсе И так дальше Чуть ли Ребята там Не берут 20 лучших Саундпродюсеров То есть такой подход Закрывают где-то В другом городе Там на вилле Какой-то просто В доме И каждый день Они выдают По треку По демке И дальше люди Слушают эту демку Ну то есть Главный Ну продюсер Вообще всего проекта Менеджер проекта И выбирают И потом в итоге Получается Супер-мега-хит То есть из 100 треков Ты выбираешь что-то Мне такой подход нравится Тем что Ну я люблю такую селекцию Когда все лишнее Отсекается Остается что-то Поэтому мне например Сложно очень писать Какие-то длинные форматы То есть например Там эпишку дольше Трех треков Мне прям типа беда Сложно написать То есть я отсекаю Ну то есть уже дальше Лишнее вижу То есть мне нравится Когда есть что-то Очень-очень цельное Что-то очень Вот такой подход мне нравится Кстати вопрос Что лучше писать По эпишкам Или все-таки альбомам Это как Холивар У нас Да Слово была длинная Дискуссия По этому поводу Пару недель назад Помнишь Там мы на стриме В Thousand Kisses Place Я думаю Смотря Часа два Или три Наверное Мое мнение Смотря что ты хочешь В том плане Что есть крутая книга Стратегия введения войны В 80-х годах Она про маркетинг Но там очень много Про музыку тоже Если ты суперзвезда Ну Пиши альбомы Ты пишешь альбом Два года Ездишь с этим альбомом В тур Тебя кучу денег В промо вкладываешь И так дальше Цельная картинка Да Если ты Начинающий музыкант Конечно Синглы И пишки Потому что Ты будешь писать Два года альбом Этот Он выйдет И не факт Что он попадет В ту точку Не факт Что ты Даже он может быть классным Ты можешь не вкладывать Солько денег Солько ресурсов Чтобы он выстрелил И стал известен Сейчас все равно Тоже есть такой Пойнт еще Что потребление Контента По скорости Выросло И сейчас люди Потребляют Коротко И быстро И быстро Это хуя И сейчас На фоне этого Альбомы уходят Я словил себя на мысли Уходят В пользу того Что они могут Из этого альбома Из 10 треков Сделать 4 сингла Или 2 Или остальное Просто удалить И не показывать никому Обычно в альбоме Есть не все хиты Сейчас еще важно В нашем современном мире Оставаться всегда На виду Всегда быть В информационном поле Не засорять Второстепенным материалом Тебе нужно появляться Чаще Ну поэтому альбомы Ты не можешь писать Альбомы быстро И часто И ты типа Ебашишь эпишки И ебашишь Типа синглами И так ты в информационном поле Раз Ты на слуху Всегда два И у тебя Ну ты получается Всегда в тренде Всегда Я думаю да Что сейчас Сейчас время Эпишек Я еще поймал Северной мысли Что я Сложно Когда я слушаю альбом Например какой-то На час Мне хочется уже Переключиться Где-то после четвертого трека Ну У вас такого нету Есть легендарные альбомы Есть культовые Есть альбомы которые Это очень сложно Это раз в 10 лет Выходит такой альбом Который целиком Там очень концептуальный Ты его хочешь слушать Переслушивать Ты его включаешь И корки Ну обычно Обычно Как бы так Чтобы 10 треков Были прям вау Там 15-20 Это сложно Слушай Ну очень часто Вот У поп-исполнителей Например Вот Они выпускают И пихами И синглами Треки А потом Все это собирают В альбом Я тоже это не люблю Знаешь почему И сдают альбом Да Ну типа Я же это уже слышал Нет смотри Ты уже слышал Ты ждал Но там В альбоме Там собраны В принципе Треки Все которые Ну вот Завершают Вот эту вот Периоду Человека в жизни Это круто Желание продать И еще раз То что ты уже написал Это может быть И очень Это тоже Это может быть Очень такой Продуманный Ну подход Действительно Супер Как сказать Типа я прям Хочу рассказать Историю Буду показывать По кусочку Но для потребителя Ну я например Когда слушаю Окей Выходит альбом Один сингл вышел Круто Ты меня заинтересовал Я добавил На пресс-сейв Я послушаю Это альбом Когда вышел Но меня Очень бесит Когда выходит Один сингл Через месяц Второй сингл Это как байсом Третий сингл Ненавижу этот подход Четвертый сингл Выходит альбом Через год И такой Кому ты нафиг Нужен этот альбом Когда я уже все слышал Еще байсом Выкладывают только хиты Ты все хиты уже послушал Потом выходит альбом Потом остальное каталажное Это знаешь Это как Знаешь Очень такой Слишком маркетинговый подход Когда слишком Я люблю Когда грамотно подходят к этому Но в этом Но тут они слишком Перестарались А вот Ну типа Это ты понимаешь Что ты с музыкой хорошо Не Может там Это работает на массы На массы На массы Потому что они в плейлисты Попадают с каждым синглом И каждый месяц Они в плейлистах А потом альбом вылетает И типа Народ уже послушал Но альбом это уже вторичная история В таком случае Это реально вторичная история Да Альбом стал уже таким Типа Как предаток Но типа Смотри Ты написал в альбоме Все что ты Ну вот Все что ты переживаешь сейчас Там Или переживал в жизни И После этого альбома У тебя как будто бы У музыканта Новый период Новое звучание И новые уже смыслы И высказывания Ты хочешь как-то разбивать периоды Эти в жизни Очень много же Музыкантов Ты слушаешь альбом Следующий альбом Вообще другой Ну типа Видно что человек вырос Или наоборот Типа Забил хуй Это круто Это классно Это типа как Менялась музыка У The Prodigy Ты типа Берешь альбом Там Experience Какой-то Это просто беда Это какой-то Hardcore Рейв Короче Такая тема Потом ты открываешь альбом У меня У них же Например The Fat of the Land Это же сборник Эпих Да В альбом А какой альбом Ахуенный Это самый лучший Это правда сборник Эпих А какие эпихи были Ну там Две может выходило Ну там все эти треки Выходили как на пластинках Чтобы играть в клуб Смек Мэй Бича Кажется выходил из этого И что-то еще Но там не было такого Прям что они пуляли Не было плейлистов Стриминга Поизинг был По-моему Не поизинг эпишкой Понимаешь Ты эту пластинку Не обязательно Не факт что послушаешь Ну имею ввиду Что ты придешь в магазин Тебе или денег не хватит Или она не доедет В магазин эта пластинка А альбом Смотри Другой подход У Бериала Альбом Перед альбомом Эпихи были Было И потом Ты говоришь про вещи Которые были 15-20-30 лет назад Сейчас мир поменялся Ну то есть они Пластинками Дисками продавали Доставка изменилась Есть еще Есть еще такая Концепция тоже Как у альбома Альбом несет в себе А почему вы не можете Эту концепцию представить Называть альбомом Эпиху на 4 трека Почему это не альбом Можно сделать Например Альбом Альбомы сейчас стали покороче Я смотрю У кого 6 треков Это уже альбом Ну альбом Если на спотике Смотрят Это больше 30 минут Если брать те правила Которые да Apple Music Типа сейчас придумали Даже спотик А IP-шка Это то что 10 минут Они уже Даже Ну Ребята мы мыслим Немножко по дедовски Ну в том плане Что были когда-то альбомы А до этого Были раньше альбомы Там блять Из двух частей Там из двух дисков А знаете что до этого было А до этого были синглы Ну в том плане Что музыка Когда начинала издаваться Там на пластинках На бобинах Альбомы Они потом появились Такое понятие Ну типа то что У нас теперь на пластинку Может вмещаться Там с одной стороны 15 минут С другой Это уже 30 минут А мы возьмем две пластинки Да то есть по сути Это все трансформировалось Путем того что носитель Трансформировался Тиктует способ доставки То как ты это доставляешь То и формат меняется Сейчас Ты можешь альбомом Назвать И вообще нет смысла Назвать что-то альбом Как по мне Ты можешь выпустить Супер крутой трек Который будет 30 секунд Длиться И он сделает тебе карьеру А можешь сделать Много альбомов Смотри на тему Маленьких треков Или коротких Я обожаю Я обожаю Вопрос такой Как вы считаете Электронного музыканта В ТикТок стоит лезть вообще? Смотря каким Я думаю да Я думаю да Ну в принципе Вот вообще Как вариант Как вариант Такую площадку рассматриваете Для сама пиара Назовем так Для электронной музыки Не знаю Я уже подписан В ТикТоке На некоторых ребят Которые За минуту тебе Объясняют Короче Как писать музыку Битмари всякие В основном я заметил Да Они прикольно Ну это обучающие Контент А типа Ты про Просто как Когда вот Человек снимает видос На заднем фоне Скажем так Бэкграундом Играет твой трек Это тоже Это тоже очень круто Очень многие люди Типа Блин Да у всех Такая ситуация была Я уверен Это когда ты Типа Какой-то видос Смотришь И начинает играть Трек на фоне Ну типа И ты такой Бляй что это за треки Начинаешь его Дивить Просто В ТикТоке В чем же прикол Что там внизу Типа пишется Название трека Это мне кажется Прям Сознан для того Чтобы ты Для музыкантов Реклама Абсолютно Я уверен Что Там же такая штука Что ты Трек выбираешь Из тех Которые есть В дистрибьюции Типа В ТикТоке Ты выбираешь Этот трек То есть У ТикТока Есть своя дистрибьюция Там есть треки Которые можно Использовать А ты не можешь Подтянуть Саундклауда Допустим Тречок Нет такой чернии Ты когда издаешь трек Ты можешь выбрать Для ТикТока Даже какой кусок Ты хочешь Чтобы он прозвучал Конкретно Был дистрибьютирован ТикТок Можешь попробовать Я просто мало Я не люблю ТикТок И мало в нем Разбираюсь И мне Мне сложно Представить Может я не прав Может там есть Супер интеллектуальный Какой-то мега Контент Который там Типа Очень клевый Но мне сложно Представить Музыку Не фановую Ну то есть В ТикТоке Более серьезное Музло Серьезное Музло Не, не, друзья Я с вами не соглашусь На самом деле Потому что Есть такой контент Допустим Из того, что Видео я Чувак-фотограф Ходит по улице Делает стрит-фотографию И он прям Снимает весь процесс Он подходит к человеку С ним общается Очень прикольно Очень прикольно И на заднем плане Порой играют Ну иногда Таковерная Попсовая А иногда Просто Просто хорошая Красивая музыка То есть Она прям Добавляет Весь этот романтизм Скажем так Его действия Мы вперлись Тоже обратно В ограничения У ТикТока Там сколько Минута 60 секунд Минута То есть 60 секунд Тебе есть Для того Чтобы Так Есть же Короче Чуваки Которые Уже есть Какие-то Белорусские Рокеры Которые Написали ТикТок Альбом Например Которых Там треки По минуте Просто Это все Есть и рэп Альбом Ну я думаю Это будущее Треки станут Короче Ну смотря Какие Вообще Знаете Бывают Такие треки Которые Очень короткие Но ты Их хочешь Слушать Еще Потому что В них Прям Очень классно Не факт Мне нравится У Кларка Есть трек Return to Belgrade Я оставлю ссылку В описании Офигенный трек Короткий А или у Флайн Лотуса Был такой трек Который Он пошел С Тусни Просто Австрактный Хип-хоп Ну типа Это МФ Дум И эти все Ребята Они У них так всегда Было То есть Они придумали Такой подход Когда у них Там сэмплы Они до стримингов Это была просто Их фановая штука Зачем Три минуты трек Мы сделаем Тридцать секунд То есть Там были По десять секунд Треки И они прикольные И еще Типа В Флайн Лотус Тоже были такие штуки Как два трека В одном клипе Да То есть Ты смотришь Там Один мотив Одна музыка Потом Типа Меняется кадр Меняется Вообще Это тоже Рэп школа Этот подход Сейчас очень многие Используют Ну а раньше Это использовали Больше Ну И знаешь Типа Я вот в электронной музыке Тоже замечаю Что нету такого Чего Нету этого Некой художественных Хип-хоп Отсылок Вот этих Хип-хоповских Когда играет трек Там Типа Один мотив Там Две-три минуты Потом Что-то очень резко Меняется И совершенно Другие сцены Нет Да есть 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 Куча музыкантов Которые играют С этим И делают Это очень прикольно Сейчас популярный Чувак Который Он Кажется Сейчас Бьерк работает Веган Его зовут Сейчас попробую Знать Вот Его там Фортед Котирует Типа Прикольный Чувак Надо тоже Будет оставить Свою Да И он Пишет Такие У него Например Вышел Альбом В 2019 Году Тут Треков Раз Два Три Четыре Пять Ну Очень Много И он Сорок Минут И эти Все Треки Ну Просто По Копеечками Не Меняются Это Классный Музыкант Что И не скажешь Что она Очень заумная Она такая Знаешь Типа Доступная Для всех Это Прикольная Прикольная Смесь Классный Музыкант Это Такой Знаешь Хоку Короче В мире Треков Да Высказывание Очень Короткое Лаконичное Но там Все Как бы Завершенная Мысль И мне Сейчас Наоборот Нравится Раньше Помню В начале 2000 Всегда К электронной Музыке Относились Как Музыка Для диджеев Ну Часто Должно Быть Интро Должно Быть Развитие Потом Трек Не меньше Четырех Минут Ребята Не успеют Свистить Сейчас Это Ходит Потому что Есть Стриминги Есть Другие Варианты И диджеи Пошустрее Стали И появились Синхи И так Дальше Лупы Можно Лупы Свистить И это Классно Но Не в мире Пластинок Я Например Иногда Сейчас Покупаю Треки Которые Там 160 BPM И Специально Их Потом Перевожу Делаю Ниже Вырезаю Эти куски Которые Мне Нравятся И делаю Свой Машап Конкретно Для меня Чтобы Я играл С эти Это Очень Прикольно Когда Ты Берешь Кто мешает Тебе И их Менять Есть Те Музыканты Которые Обижаются На Это Зачем Ты Издаешь Тогда Есть Музыканты Которые Обижаются Что Его Трек Не так Сыграли А Так Он Диджеев Играет Он Диджеев Не так Он С кем Другим Слел Скажи Спасибо Что Вообще Сыграли Начнем С этого Иногда Я замечал Такое Когда Играют Мой Трек Иногда Как-то Странно Его Сводят И Ты Даже Такой Блин Можно Было И Получше Семки Чувак Почти Все Семки Слышал Я немножко Понимаю Этих Ребят Но Это Конечно Дурное Чувство Если что Это Подкаст А не Микс Просто Ну вот Свели Свели Через Ганшот Кстати О подкастах Очень интересно Как само Понятие Подкаст Поменялось Я недавно Об этом Думал Я помню Чем были Подкасты В 2008 Году В 2006 Когда они Появились Изначально Как их Придумали Это такая Штука Как они Рекламировались У тебя Есть Айфон Первый И Ты Такой Хочу Чтоб Музыка На нем Обновлялась Но Нет Интернета У тебя Есть Компьютер С Айтюнсом Ты Купил Музыку По Доллару Ставишь На базу Его Заряжаться И За ночь Он Тебе Закидывает Музыки Новые И Там Сет И Все Что Угодно То Что И Это Был Мэджик Мне Чувак Показал Смотри Что Умеет Apple У него Был Макбук У него Был Айфон Ну Это Супер И Вот Айпод Тоже Это Умели И Ты Такой Ставишь На ночь И Просыпаешься У тебя Уже Все Записано Ты Не Думаешь Что Там Оно Все Самое Свеженькое И Это Была Первая Версия Подкастов Потом Вторая Версия Подкастов Когда Им Называли Все Что Угодно Без Голоса С Голосом Просто Все Что На iTunes Появлялось Это Подкаст А Сейчас Новая Эволюция Подкастов Я думаю Это Из-за Колонок Умных Все Больше Людей Покупают Особенно В Америке Там Всякие Амазоновские Штучки Я С подкастами История Такая Была Что Я Особо Их Не Слушал Покуда Не Очень Плотно Начал Заниматься Английским Языком Типа Свитчер Я Короче В IT Переквалифицировался То есть С одной Специальности В другую И Мне Нужно Было Поднимать Нужно Было Поднимать Уровень Английского И Типа Каким Образом Это Сделать Тебе Нужно Окружить Себя По Максимуму Английским Языком То есть Тебе Нужно Попасть В Окружение Английского Языка И Ты Мож Немножко Ты Подкасты Начал Слушать Я Начал Слушать Кто Твои Любимые Я Не Помню Обычно Джорогана Слушают Когда Очень Английский Без Обид Слушать Джорогана Че Ты Я Не Максимум Он Король Подкаста Как его Можешь Любить Не Любить Но У него Есть Подкаст На Ну Честно Я Как-то Иногда Я Посмотрел В переводе Потом Посмотрел В оригинале Чтоб Все Понять О чем Было Но Мой Любимый Его Подкаст Это Как этого Чувака Зовут С грибной Шапкой Я Вечно Забываю Как же его Зовут Он Крутой Чувак Супер Разбирающийся В грибах Мне кажется Поплава Если честно Немножко Это Классно Это Круто Да Это Мне кажется Это его лучший подкаст Я тоже Слушал Он Как чувак Вылечил Заикание Псилоцибином Прикольный Чувак Программирование Мозга С помощью Естественных Приколов Он Он Очень Необычный Шаманы Шаманы Но Я Люблю Таких Дедов Мне кажется Что это Легализация Наркотиков Да Негативно Все Смотря Как Относиться Грибам Считаешь Это Пропаганда Не Я к тому Что Ну В том числе А когда Гей парад Происходит Это пропаганда Не Подожди Давай Останемся Пока Наркотик А когда Феминистки Кого-то Садят Это Пропаганда На На Бутылку Кого-то Садят Представьте Себе Ситуацию Смотрит Какой-то Чувак Такой Типа О Так Грибы Это Круто Пойду Куплю Своего Барыги Грибов И буду Их Жрать Слушай Вы прекрасно Понимаете Что Грубо говоря Ел тот Чувак На видео И то Что Купят Этот Лыг Это Разные Вещи Слушай Ну А тебя Не удивляет То Что Ты Ты В детстве Бегал С пистолетом Когда-нибудь Не Ну Конечно Ты не Не удивляет Что Общество Дает Детям Оружие Я просто В шоке У меня Например Возле Дома Моих Родителей Есть Школа А В школе Есть Памятник Танку Какого Хера Ребята Вы Детям Показывайте Танк Вообще Это Оружие Которое Убивает Кучи Людей Ну Не То Что Это Не Пропаганда Ты Думаешь Все хотели Пистолет Я думаю Смотрите В чем ситуация А потом Почему Войны До сих пор Происходят Это Не Я тоже Не думаю Что Люди Не такие Глупые Что Ты Смотришь На насилие Со стороны Кажется Весело Заебись Кто-то Кого-то Убивает В кино В мультике Еще Где-то Ты Выплескиваешь Как-то Свою агрессию Да Внутреннюю Которую Есть у каждого Человека Это Не страшно Ты Не Испытываешь Это Как фильм По-настоящему А Когда Ты Столкнуешься С насилием С агрессией По-настоящему Ты Не Коментин Тарантино Ну Понятно Смотри Охуеваешь Мне кажется У меня был момент В детстве Когда я Четко Осознал Что Есть разница Да Есть разница Да И Типа Ну Мне на тот момент Было лет Наверное 9-8 И Это такой возраст Когда ты еще Ты уже не супер маленький ребенок Но уже начинаешь Отстреливать Взрослые темы И Я папу Напряг на Новый год Или на Рождество Чтобы Он купил Какие-то там Петарды То ли еще Какие-то хлопушки То еще Какую-то фигню Салют Потому что Мне очень хотелось Пострелять петардами Я просто Я никогда не понимал Этого числа А я в детстве Просто Мне так нравится Очень сложно Понять людей Которые любят салюты Я такой И что Папа такой Блин Димон Мы сейчас не поедем Никуда Типа Тебе за петардами Давай Что ты чувствовал Когда взорвалась петада Попробуй объяснить Человеку Который не понимает Этого кайфа Типа Давайте Закончим Тебе до конца Просто не хотел Они тоже Разные Пистолеты У меня есть Они разные Есть маленькие Которые взрываются Такое Как маленькая Шкода Знаешь Как будто Делаешь Маленькую Пакость Но которая Легализована Да Как-то Она Она Не вызывает Ты никому Не вредишь Ты никому Не вредишь Но Типа Вот Такое Чувство Маленькой Пакости Прикольно Одна петарда Один раз Могу Показать Тебе Салют Выстрелить И Берет Ствол Ствол Реально Ствол Настоящий Идем Бэд Бэдбой Идем Короче К огороду Типа Становимся У бабушки Ты веришь Что хочет Рассказать Эту историю Говорит 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 Типа Закрывай уши Типа Чтоб Уши Не положил Он Короче Стал Ну Реально Воздух Выстрелил Настоящего Боевого пистолета Не боевой Наверное Трамат был Но звук От него Ты Понял Что есть разница Я испугался И понял Что есть разница Между Когда это Игрушка Люди этого К сожалению Не понимают И учат детей Маленький Консерн На тему Танков И пистолетов На самом деле Как мне это Видится Это Не то Что Пропаганда Милитаризма А это В принципе Проявление Милитаризма В обществе И внимание Я скажу Фразу Многие Комментарии Заплют Это нормально Когда ты Страна Большая Страна Ты готовишь Солдат Ты готовишь С детства Человеку Маленькому В его маленьком возрасте Ты можешь Удавать Понять Что возможно Ему когда-нибудь Придется Защищать Мы Смотрим О боже Война Война Это Такая часть Жизни Без которой Мы Никак Не будем Двигаться Дальше К сожалению Увы Пока Не умрет Большая часть Лидей Мы Не двигаемся Дальше Пока Не происходит Катаклизм А катаклизм Всегда Происходит В виде Войны И он Всегда Мир Никогда Не жил Ты имеешь Ввиду Что общество Должно Готовить Неких Солдат Да Общество Должно Готовить Себя К тому Что Будет Иногда Будет Момент Когда Надо Будет Настоящее Оружие В руки И защитить Себя Потому Что С другой Стороны Придут Такие Же Типы Агрессивные А история Показывает Что они Приходят Регулярно Придут И будут Убивать И тебе Надо Будет В руки Оружие Смотри Есть руки Жуткая Тема Нужен Еще мозг Для этого Для того Чтобы эти руки Как-то Направлять К чему я веду Те люди Ты говорил Пропаганду Грибов Грибы Мое мнение Расширяют Сознание Если люди Попробуют Грибочек И немножко По другому Будет мозг Действовать То возможно Они И в этом Утопическом Непонятном Обществе Где будет Война Смогут Придумать Лучшую Стратегию Должна быть И интеллигенция И руки Я понимаю Что ты говоришь Но смотри В таком случае Все что Сегодня связано С грибами Должно быть Подконтрольно Грубо говоря Такому человеку Как дали пистолетик В руки Только ему должны Дать нормальный Гриб А не такую херню Которую он купит Из-под полы Где-нибудь На борщаговке Извиняюсь за выражение Я думаю Это такая тема Я объясню На самом деле Этим никто заниматься Не будет Понятное дело Наркотик Наркотики на то И прогрессивный рынок Потому что он закрытый Ну типа Это нелегально Это выгодно Чтобы они были нелегальны Да Запретный плод сладый Потому что На этом запрете Наваривается Огромное количество людей В Мексике В Мексике по-моему Тоже марихуану Полностью легализировали Буквально на днях Я про Мексику Не знаю Канаду В Мексике тоже Третья по счету В мире страна В которой Полностью Легализирована Слушай Португалия Я был в Португалии И там Они все Просто Ну то есть У них все Декриминализировано Кажется И тебе на улице Предлагают кокаин Например Ну просто чувак Кокаин Мистикас Уже с пивком И в очках Это такой бум Склейка Вторая часть подкаста Более отвязная На самом деле Нет Первая была Больше отвязная Вторая Техническая Она больше Для людей Слушай Ты не знаешь Как пойдет Я когда-то ехал Куда-то на фестивале Было два автобуса Один был для тех Кто пьет Тусит Висит А второй был Для тех Кто хочет поспать Я был очень уставший Поеду я на том автобусе Который поспать Типа Все оказалось наоборот Там все начали бухать Там был трэш Ну поэтому Тут как пойдет Интересно Что же тогда было В том Никогда не знаешь Какой автобус Там где все тусят А там все спали Там все спали Да Наоборот Всегда получается Сука Все дуально А так я не понял Димон Это что Техническая часть какая-то Ну я не знаю Я ее так называю Техническая часть Там будут вопросы Больше типа По продакшену И по Ну не знаю А ну пока все Вове вообще не заходит Этот наверное формат Мне кажется Но ты сказал Что тебе было интересно Как там Ярик Подходит к вопросу Нет Мы не будем Зарваться В всякие Слажные детали Не надо Не нужно Абсолютно Ну во-первых Первый вопрос Это вот То что я задавал Насчет Трека Хоуп Арпеджиатор То есть Какими средствами Ты его там Настраивал Как ты Это типа Родной плагин На блютоновский Арпеджиатор Все родное Я люблю делать Ограничения Все лишнее Удалять Иногда делаю Например Все только Эболтон Иногда делаю Все только Один син К примеру Я выбираю Какой-то один седатор Сейчас у меня Период До этого Был период Джуно Я очень люблю Звук Джуно И очень часто Его только Использовал Джуно 06 06 Или 08 Да Там много У них модификаций Мне очень нравится Он такой Восьмидесятый Прикольный Звучок Добавляет Вот Ну и поэтому Я выбираю Один седатор И с ним С ним работаю Его круто изучаю Или дилей Например Я очень люблю Ревербераторы Дилей Вот такие вот вещи Которые создают Атмосферу То есть Для многих людей Абсолютно С синтезаторами мыслят А я мыслю Таким Что можно В принципе Звук Ну как бы Синтезировать Где угодно А что ты дальше С ним сделаешь Ну это интереснее Мне Конечно Вот То есть Даже любой Любимый Дилей Кого-то покупал Да У меня есть Любимый Я не очень люблю Вейвс Коллекцию Ну там Не все Классное Но Но есть H-делей Это Бок Просто То есть Есть его Альтернатива От ЮАД Но я Стараюсь Не очень Грузить ЮАД Типа что процессор ЮАД Только оставлять Для самого важного Давид А твой Какой Любимый Какой Ваш Любимый Дилей Саунд Тойз Да Саунд Тойз Да Эхо Бой Просто Эмейзин Я сейчас Очень Обрадовался Тем что Эблтон В 11 версии Обновили Дилейчики Свои И новых Дилей Как же Называется Я еще Не успел Даже название Запомнить Хайбрид Кажется Такая Пушечка Если правильно Смешивать Делать Свои Знаешь Это как Ты сольку Сыпешь На блюдо Я люблю Добавить Один Дилей Потом Второй Третий Немножко Приукрасить Сатурацией Чуть-чуть Эквалайзером Компрессии И получается У тебя Своя Такая Комната Ну Ни на что Не похожа Свой Почерк Если хочешь Сделать Более Металлический Звук Ты делаешь Одни Вечи Сейчас Я вот Сделал Металлический В прошлой Дипишки Я сейчас Хочу Наоборот Более Теплому Вернуться К тому же Лексикон Используешь Такие Вечи Мой Любимый Дилей Покорил Этот Плагин Я долго Искал Перепробовал Кучу Дилеев Но Тот Который Абсолютно Все Потребности Закрывает И красит И модуляция Есть Все Что Хочешь Это Можно В общем Да Это Colorcopy От Компании Юхе Я даже Не знаю Я знаю Компанию Но Я Попробую Просто Я Вехе Только Дива Знаю Ну Это Их Хит Всем Известный Селлер Из Дивы Можно Сделать Все И Мук И Джуновские И Роландовские Синтезаторы Там же Движки Меняются Да Ты Сейчас Их Копируют И у Всех Есть Свои Клоны Свои Варианты Но Ты Уже Подбираешь Под То Что Тебе Нравится У меня Открытие За последний Год От Дилеев Мы Перешли К синтезаторам Типа Топ 5 Топ 10 Не знаю Вообще Какие Синтезаторы Ты Такого Что Там Не Хватит Когда Либо Компьютера Я Раньше Думал Что Это Можно Добиться Я Понял Что Нет У меня 32 Оперативки Хороший Хороший Компьютер Но Черт Возьми Я его Убиваю И Всегда На Грани Знаешь Ты Ставишь Еще Что Сверху И Все Рассыпалось Да Хотя У меня Были Периоды Когда У меня Был Старенький Dell Старый Ноутбук Я На нем Альбом Записал И Я Правильно Как-то Настраивал Круто Еще В 2011 Году В 2009 Сейчас Появились Функции Баунса Куча Есть Фриз Можно Морозить Но Все равно Для меня Важно Не только Как он Звучит А Как он Классно С компьютером Коннектится Чтобы он Не зависал Такие Вещи Для меня Важны Поэтому Очень Крутой И Его Все Знают Я думаю Это Он Звучит Круто И Все В нем Хорошо Но Это Не Мой Я Не Самый Часто Использую Но Я Очень Люблю Бомба Артурию Я Очень Люблю Все Синтезаторы Артурии Прямо У меня В топе Находятся И Из Железных Каких-то Вещей Я Очень Люблю Это Очень Специфический Звук Мне Нравится Звук Корк Он Не Всем Подходит Не Для Всех Треков И Не Везде Это Эпоха Электроклэша Я Называю Так Крафтвер Саунд Но В нем Есть Своя Прелесть У У У У У Продал 10 Лет Назад Но Я Вернул Я Слишком Часто О Есть Такая Штука Electrible Мне Очень нравился Electribe Да Спасибо Он Простой Особенно Особенно Свои Фишки У Несмотря У У У У У Такой Железки Своя Душа Я Видел Как его Узал Макс Граев Хаус Продюсер Очень Известный Популярный Целая Эпоха Этого Хаус Была И В своих Лайвах Использовал Electribe В качестве Как Эффектора Никак Очень Многие До сих Пор Его Используют Это Культовая Штука У меня Был В 2005 Или 2006 Году И Где-то В 2009 Я его Продал И До сих Пор Две Лампы Там Бывают Две Версии Бывает Семплер Бывает Синтезатор У меня Был Синтезатор У меня Был Синий То есть Красный И Синий И Он Какой-то Особенный В плане Что Я всегда Его Вспоминаю И Треки Которые Я Писал Как Попало В том Плане Что Я Особо Не Так Хорошо Разбирался Когда Но Там Не Нужно Разбираться Там Уже Все Есть Внутри И Это Плюс Железа В том Плане Что Да Это Дорого Да Это Сложно По Подключению Бывает И Геморрно Но Часто Тебе Не Нужно Так Хорошо Разбираться В музыке Как В цифре Но С другой Сторон Если Ты Хорошо Можешь Выкрутить Звук На Цифровых Девайсах Источниках То Это Тебе Много Дает Тоже Это Такой Баланс Нужно То И То Я Хочу Вернуть Электрайб Если Кто-то Продает Пишите Это Тяжело Найти Не Думаю Что Они Не Настолько Старые Не Восьмидесятых Годовые Средина Духтусичных У Не Не Понравился Вот Он Уже Во-первых Блин Он Пластиковый Черт возьми Он должен быть Тяжелый Я Электрайб Возил Даже На Диджи Сеты В разные Города И Я Прям Заморачивался Возил Его И Добавлял Диджи Сеты На лету Просто Пэды Просто Хэды Очень Прикольно В том Плане Что Ты Такую Импровизацию Добавляешь Интересно И Всегда Все По-другому Звучит Короче Классная Какие еще Ты Выделил Синтезаторы Плагины Я Больше Люблю По Обработке В том Плане Что Для Меня Не Так Интересно Звук Как Синтезировать Что Это Не Моя Сидя Есть Люди Которые Любят Модуляры И так Дальше Я Люблю Обработка Добиться Тоже Что Я Хочу И Либо Использовать Какие Подручные Средства Например Для Меня Было Открытие Можно записать Звук Зажигалки И Сделать С нее Такую Перкуссию Которая Будет Мега Интересной Мега Необычной Вот такие Вещи Или На ютубе Ты берешь Какой-то Кусочек И дальше С ним Работаешь Мне нравится Хип-хоп Подход Ресемплинг То что Калкат Придумали Ну не придумали А то что Популяризировали В начале Девяностых Вот эта Основа Мне очень Близка Из последнего Что для меня Просто был Прорыв Это ЮАД Конечно Качество Очень серьезное Динамическая Обработка Просто То что Я долго Искал То звучание Компрессора То звучание Ревербератора Вот там Оно есть Там у тебя Есть трек Рейн Называется По-моему И там Не знаю По-моему Либо 303 Либо Я обожаю 303 Один из моих Любимых Экстрементов Под расскажи Я очень Нередко Использую Где-либо В треках Но вот Я к нему Возвращаюсь Иногда И это Это тот звук Который Я когда-то В 98 Его услышал Впервые Я такой Вау Что это Это просто Какой-то Космос На нем Можно сделать Все что угодно Сейчас вышел Кстати Фильм про 303 У меня Закладочка Хочу Посмотреть Я тоже Хочу Посмотреть Ты знаешь Еще не смотрел Но я знаю Всю историю Я знаю Всю историю 303 Это прям Феноменальная Штука Пацаны Вам не кажется Что такие Железки 303 808 Просто Уже Должны Чуть Хотя бы Отойти Просто Нет Они Волнами Появляются Почему Потому что Очень много Треков С этими Звуками Очень Много И пропадает Просто Я слышу Эту бочку С 808 Например Или Эсид С 303 Такой Да ладно Что опять Смотри Ты смотря Как подходить К этому Например Были разные Волны Там 80-х 90-х 33-го И например Для меня Было открытие Прикинь Приходит 30 лет И есть Такой чувак Record Night Если я правильно Предношу Имя Знаете Да Record Night Он Очень Такой Известный Чувак Например Он даже Сантрек В фильме Молодой папа То есть Там Использованный Его трек Ну Пример То есть Он Топия Лучших Чуваков Которые Лайв Играют Не знаю В 2015 Году В 2014 Классный Чувак Он Как бы Минималист Он Использует Только Контроллер Только Ноутбук Мне Этот подход Очень нравится Когда Ты не Нагружаешь Лишним Когда Ты Тем Маленьким Что У тебя Есть Ты Делаешь Все Что Тебе Нужно И вот Он И записал Альбом В 2012 Году Полностью С 303 И он Звучит Не Секвенцией Он Звучит Просто Как Нотами И это Очень Красиво Это Другой Подход До Этого Я Такого Не Слышал 33 Навсегда Да Это Звук Крутой И Для Меня Сейчас Я Начал Искать Для себя Плагины В основном Самая Сложность Этого Синтезатора В том Как Его Программировать Насколько Сложно Во-первых В аналоге Это Я Обожаю Функцию Random 303 Да В родном 303 Это Random Я Не знаю Или Есть В родном Я Родной Даже Не Крутил Честно Говоря То есть Я Использую Плагины 303 Это Было Из Родного Там Нужно Было Вытащить Батарейки Вставить Их Обратно Круто Это Запуск Рандом Ты Говоришь Машина Придумай Мне Что-то Это Очень Прикольно Вообще Мне Кажется Рандом Рандом Я Сейчас Сделаю Подобный Проект У меня Скоро Выйдет Апишка С похожим Концептом Где Короче Вся Апишка Записана С первого Раза С этого Тейка Только Он был Очень Длинный Там На часа Три Я Вырезал Кусочки Вот Вова Выходил Один из Треков Ocean Я У тебя Выпускал Одну Минуту Амбиентный Я Слушал Это Это С Длительного Тейка Который Тиктока Я Не представляю Человека В Тиктоке Который Что-то делает Под этот трек Честно говоря Не в виду Ребята Плывет В океане Или Там Когда Безмятежность Типа Кадр Как Человек Пьет И Это Знаешь Очень Классный Подход Нужно Выпить Пиво За минуту Когда Ты Берешь Какое-то Ограничение Что Должен быть Один Синтезатор Ты Просто Переключаешь Экспериментируешь По поводу Рейна Я Этот трек Записал В 2016 Году Забыл о нем То есть Я его послушал Он был полностью Записан Он мне не понравился Я такой Фигня А Вспомнил о нем Через Получается Три года И Такой Нет Что-то в нем Есть Такое бывает Когда устаешь От трека Его нужно Положить на полочку Чтоб он Передохнул И Это прикольно Сейчас Знаете Кто Переизобрел Триста Твети Вышел Такой Скажем Не клон А Дополненная Версия Триста Третьего Это называется Avalon Бэйслай Я слышал Просто невероятная Штука Я Типа Не сразу Понял В чем Прикол Выпускать В 2020 2019 Году Снова Триста Третий Уже все сделали Там Беринджер Уже наверное Сделали Я не знаю Триста Третий Уже и плагинов Существует Большое количество А там Значит Прикол в том Что у него Первых Картриджами Меняются Типы фильтров Ну типа Фишка Триста Третьего В основном Фильтры Специфических Огибающих Свойствах И У этого Avalon Бэйслайна У него Есть еще Дополнительные Параметры Еще одна Энвелоп И ты там Просто можешь Одну ручку Крутишь Вторую Ну просто Там Дополнительный Модуль Но он Вносит Такие Новые Коррективы И у тебя Получается Из трех Нод идет Секвенция Просто Ну не знаю Луп из трех Нод Ты советуешь Да Я очень Советую Хотя бы Просто Посмотреть Что он Может Там просто Из трех Нод Ты типа Крутишь Две ручки У тебя Меняется Грув Совершенно Другая фраза Я думаю Что Триста Третий Это как Гитара Знаешь Ну типа Вот тембр Я имею ввиду Что тембр Один и тот же Ну казалось бы Что уже Можно придумать В гитаре Ну да Примочки Новые Добавишь И так дальше Но Вот ты можешь Делать все Что угодно Это никогда Не надоест Ты можешь Добавить Новую Примочку Можешь Делай Можешь По-другому Закрутить Знаешь Как Типа 7 нот Но ты С ними Делаешь Все Что Хочешь Не обязательно Должно Быть Чего То А еще Фишка Аблона В том Что У них Есть Отдельный Басовый Осциллятор У них Вот Ну как Вот 103 Один Осциллятор Я уже Не помню И у него Только Пилая Либо Синус Я видел Варианты Когда Два Но возможно Это Цифровых Версиях Было Два Два Волны А там Есть Еще Одна Стройка Это Просто Стоит Штуку Бакса Я думаю Что Стройки На 303 Будут Выходить Через Пять Лет Через Десять Которые Эта штука Работает Я думаю Знаешь Для чего Это работает Еще Очень круто В клубе Из-за того Что он Не до конца Всегда повторяет Он идет Цикл И он Немножко Отличается С каждым С каждым Повторением Это то Что нужно Для клуба Когда Ты попадаешь В транс Ты слушаешь Как будто бы Одну и Тот же Луп Но он Чуть Видоизменяется Это Офигенно А по поводу 808 Ну блин Клэп 808 Просто Делает Любой Любой Трек Ну не знаю Мне кажется Просто Что Очень много Музыкантов Фокусируется Сегодня На этом 88 Или 33 И при этом Полностью Игнорируют По сути Наличие Других Инструментов А на самом Деле Ты же можешь Сам выбирать Ну имею ввиду Никто Тебе не заставляет Я не спорю Просто Это стало Таким Каноном Типа Вставляешь Трек У меня тоже Есть треки Где Вставил 303 Типа Супер На самом Деле Кроме Есть миллион Треков Которые Просто Никому не нужны Мне просто Уже Скучно Автор Взял 303 И Для тебя Читерство Да Типа Он пошел По самому Легкому Пути Ну и Типа Есть Другие Инструменты Уже Огромное Количество Миллион Других Разных Ты знаешь А я наоборот Понимаю То что Ничего Плохого В том Чтобы Уйти По Легкому Пути То есть Если Ты можешь Передать Свою Как художнику Смотришь На картину А тут Масло Какое-то Типа Специфическое С кактуса Алоэ Там Выдавленное Какая разница Если Ты можешь Идею Передать Самый простой Пример Когда Есть Придурки Которые Говорят Что Вот Нужно Собственно Ручно Свои Делать Пресс Для синтезатора Они Не Придурки Они Фанатеют Это Их Прикол Заблуждение Когда Ты Человеку Начинаешь Рассказывать И диктовать Этот путь Когда Ты должен Сам Выкрутить Какой-то Типа Патч Никому Ты ничего Не должен Куча Людей Работают С музыкой Таким Образом Что Они Скачивают Синтезатор А там Банков Этих Патчей Просто Невероятное Количество И То Как Ты Будешь Его Крутить Видо Изменять Вот Твое Творчество И Типа Есть Люди Которые Стесняются Там Типа В написании И Слушай, никто не спорит Это абсолютно Правильный подход Посмотрите Ввиду К тому Что Вот Есть Acid Preset Это детский подход Да Когда Ты Сцедишь Человека За то Что Он Использует Preset Или Whoop Или Еще Чего Да Пофиг Типа Фишка В Другом Фишка В том Что Очень Много Музыкантов Они Похожи По Звуку Просто Потому Что Они Берут Один Ставил Одной Ноткой Грубо Говоря И Он Так Ставили Еще Миллион Других Музыкантов Если Человек При этом Хочет Как-то Выделяться При Этому Все Заходишь Заходишь В галерею У тебя На Одной Фот Все Копируют Друг 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 При этом В чем А В чем В чем В чем В Как Ты Делаешь Работу Дипломную В Универе В В чем Актуальность Твоей Работы Первый Вопрос В В чем В чем Креатив Взять То Что Уже Сделали Слышные Мы Почему Любим Один Из таких Примеров Мира Из Хом Все Знают Эту Исполнительность Из Хом Я Шел По Городу Мимо Меня Проехала Тачка Играл Трек Кентавр Я Еще Не Слышал Что Это Трек Кентавр Я Слышал Просто Бас И Это Она Не Просто Взяла Трек 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 Пресет Она Если Брала Его То Она Так Видо Изменяла Что Это Мира Из Хом А Не Ты Ты Сейчас Приблизился К Ничего Не Пишет И Мне Честно Очень Грустно Когда Последнее То Что Выходит Вообще Не Мне Ее Проект Очень Нравится Который На Трип Это Классный Поворот У нее Не Получилось Быть Мира Из Хом Дальше Как Он Называется Shadow Vox И Классный Трек Это Другой Подход Это Другой И Это Круто У меня Не Прорезонировал У меня Резонирует Confession Мира Из Хом Как У Многих Других Я Думаю Большинство Да Да Это Прям Альбом Но Для Меня Знаешь Всегда Очень Грустно Когда Какое Есть Произведение Которое Очень Сильно Давит На Это Абсолютно Согласен Просто Электронная Музыка Тоже Своего рода Калаш Конструктор Не Это Понятно Как Лего И Типа Хочешь Не Просто Заложник Жанра Это Одно Но Если Мы Смотрим Музыку Со стороны Бизнеса Предположим Сейчас Никаких Отсылок Мир Из Хом Мы Не Делаем Просто Вообще Вот Ты Написал Классные Треки Вот Чем Мне Привлекал Стефан Бозин У него Каждый Следующий Альбом Каждый Следующий Альбом Ты Знаешь Что От него Ждать Он Ходит Такой Да Класс Слушай Он Нашел Одну Фишечку Которую Мугорский Бас И он Коммерчески Успешен Почему Потому Что Ожидание Реальность Ты Ждешь От него Новых Бенгеров Тебе Сейчас он Интересен Через Сколько Лет Видишь И Это Другая Другая Сторона Монеты У него Огромная Фанбаза Он Неактуальный Музыкант У него Есть Фанбаза И Есть Люди Которые На него Всегда Придут Но Он Не Свежий А Есть Люди Которые Остаются Свежими Через 20 Лет Через 30 Они Всегда Актуальны И Они Прикольные Вещи Делают Которые Ты Так Ладно Я уже Думал Что Ты Ничего Не Сделаешь А Ты На Это Способен Это Прикольно Всегда Да У тебя Какая-то История Я помню Там Была Насчет Бодзина Ты Подвел Супер Свод Бит Бит Вообще Да По поводу Мы общались Здесь Рядом На Балконе Подводка Для наших Слушателей И Я Вспомнил Историю Супер Древнюю 2008 Года Наверное Про Стефана Бодзина Я Играл Как он точно Назывался Но он был Сделан Для того Чтобы Люди Не голосовали За кого-то Кроме Черновецкого Это был Очень хитрый План Черновецкого Я слышал Такую штуку Позвали Молодежь На чайку Да Короче Они Прочитали То что Бабушки Любят Черновецкого Молодежь Не особо И нужно Как бы Людей Из-за Города Надо Ебануть Рэйв Да И Ну как бы Нормальный Бюджет Был Пригласили Классных Звезд Того Времени Там Слушай Были Крутые Ребята Я сейчас Пытаюсь Помню Кто Бодзин Точно Хантем Он Был Наверное Какой-то Ромбой Наверное Да Слушай Ну там Я Слушал Макси Джаз С Фейтлесс На этом Фестивале Макси Джаз И Фейтлесс Ну Группа Фейтлесс Да Я ничего Не путаю И Макси Джаз Темный Пацан С этой Группы Он Один Правда Был Он Приезжал Диджи Сетом Но Его Привезли На Этот Фест Это Было Очень Круто Он Играл С одной Вертушки Он Просто Приехал На Мега Чили Он Приехал На Мега Чили Он Как будто К себе Домой Гости К друзьям Приехал И Он Ставил Пластиночку Она Играла Он Танцевал Она Заканчивалась Он Не Какая атмосфера Офигенная Чувак Просто И Последовательность Треков И Все Было Прекрасно Сука Это Лучший Диджи Сет В мире Чувак Селекшеном Поделился Да Да Мне кажется Он Может Себе Позволить Просто Это Было Не Хуже Чем Диджи Сет В этом Была Своя Изюминка И В общем Там Были Странные Странные Условия Для Артистов Они Закучались В том Что Если У тебя Есть Бэджик Артист То У тебя Был Фри Бар Мне Было Лет 19 20 И Фри Бар Для Меня Много Значил Ну Фестиваль И Там Есть Фри Бар Ты Такой Да Хорошая Штука Фри Бар Но Он Был Не Для Всех То Там Были Какие То И Так Как Я Мы Придумали Супер План То Что Нам Нужно Выйти Не 18 Или 19 Супер План Нужно Выйти За Территорию Купить Выпивку И Зайти На Фестиваль У меня Просто Было Там Много Друзей И Все Такие Ярик Здесь Дорого Мы Не Будем Здесь Пить Нужно Что То Делать Мы Придумали Что Нужно Пронести Это Бухло На Фестиваль То Я Отыграл Свой Сет И Потом Иду В Магазин Покупаю Кучу Выпивки Весь Рюзак Забит Просто Выпивкой И Просто Охранник Для того Чтобы Охранник Не смотрел Что В сумке И так Дальше Нужно Было Очень Серьезно Подойти Бэджика Артист Синего Было Недостаточно Нужен Был Зеленый Чтоб Тебя Не Трогали И Нужен Еще В 2008 Он Он Был Дудь 2008 Года У него Была Nokia Которая Была Функция Записи И Он Просто Брал Интервью Всех Подряд И Эти Записи Наверное До сих Пор Есть Это Прикольно Ну Мне Нравится Классный Подход И Мы Придумали С ним Мегаплан То Что Ты Будешь Не Ярик Ты Будешь Бодзин И Мы Тебя Сейчас Приведем Выходя За территорию Я пошел И все Скупился Он Подошел К охраннику И Он Умеет Очень Внушать Ну Как бы Актерская Да Знаешь Он Подошел К охраннику И Говорит Ребята Сюда Можно Чтобы Лимузин Подъехал В смысле На территорию Нельзя Ну Как Тут Просто Хедлайнер Приезжает Бодзин Все дела Тут Нужно Очень Серьезно Подойти К этому И Он Так Не Ребята Все такое И Он Так Хорошо Хорошо Типа Договорились И Он Берет Мне Интервью На Очень Ломаном Английском Я На Очень Ломаном Английском Мимо Отвечаю И Просто Охранники Все Такие Чик Чик Типа Все Да Потому Что Это Сопровождающий Бодзина Просто Нас Пропустили Вообще Просто Забитым Рюкзаком Выпивки Мы Прекрасно Потусили Причем Эта выпивка Тоже Закончилась Очень Быстро И Самый Странный Случай Был Тогда Когда Это Был Очень Странный Фестиваль Нет Это Был Очень Странный Фестиваль Этот Же Друг Нашел Свою Подругу Очень Пьяной С Бейджиком Другого Уровня Который Позволял Делать Фри Бар И Мы Все Таки Сделали Фри Бар Мы Пришли На Танцпол Который Был Пустой Полностью Там Закончилось Уже Все Разбудили Барменов Показали Этот Бейджик Там Стояли Вертушки На Которые Разбудили Барменов Да Да Они Спали Было Несколько Танцпола И Один Был Уже Закрыт Были Остальные Мы Разбудили Барменов Показали Бейджик Они Начали Делать Коктейли Было Где-то Десять Друзей Моих Было Я Увидел Что На Вертоки Капает Дождь Они Даже Не Накрыли Вертушки Там Все Было А Я Играл Сегодня Думаю Надо Поиграть Для Друзей Это Была Мега Вечеринка Когда Огромный Танцпол И Мы Все Стоим На Бэкстейже По сути Фри Бар Полный Фри Да Мне 18 Я Играю Часов 5 Просто С друзьями И Ассоциируется Теперь Только С хорошими Воспоминаниями Идрис А Черновецкий Выиграл В итоге Да Все Сработало Планы Я До сих пор Чувствую Немножко Вины За Выигрыш Черновецкого В тех Выборах Я Думаю Люди И так Не Бомбочка Вам еще В принципе Хочется На какие-то Тасовные Фестивали Есть На Фестивали Однозначно Да Ну Типа На Концерты Крупные Масштабные Я бы Точно Ходил На Вечеринки На Вечеринки Думаю Да Вообще Мне просто Абсолютно Отбило Все Желание В принципе Ходить Не знаю Я Просто Объясню Чем Ситуации Я Приходил Во Все Известные Клубы В Киеве Во-первых Во все Клубы Возят Музыку Которая Мне Абсолютно Не Нравится А Чего Ты Ходишь Ну Идут Друзья Вроде Там Прикольно Друзей Другая Атмосфера Люди Разные Ты Приходишь Там Очень Много Чуваков Которыми Ты Общаешься Всю Ночь Движ Тебе Нравится Движ Да Я Всю Ночь Сидел На Диванчиках И С Друзьями На танцполе Не зажигал Я думаю Много Людей Таких Да Очень Много Я замечал У нас Есть Целая Тусовка Таких Людей Приходят Просто Окупируются Знаешь Диванные Ребята Нам Просто Нравится Само Перебывание Там Мне Честно Сказать В 99% Случа Музыка Абсолютно Не нравилась Абсолютно Не нравилась То есть Я Не знаю Я не находил В ней Какой-то Искры Какой-то Своей Просто Не то что музыка Плохая Абсолютно Нормальная Хотя Я считал Что она Абсолютно Херовая И с некоторыми Артистами До сих пор Так считаю Что они Абсолютно Не умеют Не подать Материал Не написать И так далее То есть Это все Сделано Просто На отъебись Это чувствуется Прям очень сильно То есть Яркий пример Было Когда Стоял Диджик Немножечко Говнеца Нет Стоял Нет Так почему Не будет Отрицать Что таких людей Нет Они есть Есть чуваки Извиняюсь Играли Чуваки Толпастые Человек 200 Понимаешь Чувак сводит Просто вот так И причем Это настолько резко Что тебя аж Дергает Типа Как сильно Он это делает Причем Один трек С винила Другой трек С деки И при этом Разница в звуке Сумасшедшая И один трек Супер тихий А второй трек Супер громкий И он это делает Вот так И ты слышишь Люди вообще И они там А ты слышишь У тебя слезы Слушай Это интересная тема Потому что Очень технический момент Когда Очень многие ребята Не знаю В Украине И не только Я сам не умею Содить Чтобы не думали Я очень херово играю Супер херово Поэтому Играю Никогда не играю Очень плохо это делаю Когда зовут друзья Только и то Потом извиняюсь Перед всем Я хожу Потому что Получилось говено Вот Суть заговора Но осуждают всех Кто ты Нет Я тебе пишу Почему Я подхожу Я приветствую Ты считаешь Что нужно стараться Очень сильно Да Я считаю Что ты выходишь И в этот момент От тебя зависит Общий вайп Сегодня А ты не думаешь Что вайп Может быть разным Я имею ввиду Что иногда Ты слушаешь Запись живую И не понимаешь Почему так сведено Почему Но когда ты находишься На этом выступлении Оно очень в тему То есть я наоборот Понимаю Ну так как Знаешь Чем дальше ты этим занимаешься Ты понимаешь Что не всегда Должно быть вылезано Иногда Вот этот резкий свод Или резкий перепад Он может быть Очень в тему Он может быть Очень в тему Но когда типа прыгают Ладно Окей Если коснуться Технической части Есть типа Когда людей Диджеев Там предупреждают Звукоинженер Звукорежиссер Что чувак Играй в ноль Играй в нолик Играй в ноль Не выходи Ты без предпрослушка Чувак Ты же знаешь Что это будет звучать И так далее У тебя есть ручка гейна Работа гея Ты можешь типа Отрегулировать Уровень громкости Каждого трага Кто вам нравится Как в Киеве играет Вот из диджеев Кто такой На кого бы вы пошли Потому что Просто у чувака Хороший скилл И хороший селекшн Украинский Украинский Диджеи У нас девушек Очень много Хороших диджеев Очень много Мне нравится Последнее время Я Так скажем По-новому Для себя Открыл тусовку Criminal Practice Вот Я побывал У них На вечеринке Летом Они делали Закрытую вечеринку Типа в кресте В бывшем кресте Креста уже нет Мне очень понравилось Как они подходили К вопросу селекшена И то Как они вообще играли Как это мероприятие Вообще проходило Там не было Так что Знаешь Типа Сейчас играет Типа Один человек Потом второй человек Еще третий Там было Допустим Из-за их тусовки Три человека И Пульт Диджейский Общий Две ртушки Как бы общие И три человека Каждый По очереди Или Не по очереди Или там Один ставит Два трека Потом второй Ставит Два трека То есть Они подходили К микшеру И просто Ставили Тречки И всегда Это было Органично То есть Не было такого Что ты такой Стоишь И такой Вот Играл хорошо Он был классный А вот Следующий ставишь Ты такой Типа Ну скучно Это очень прикольно Когда ребята С одной тусовки Хорошо знают Друг друга Они вообще Очень Да Вся музыка Была Она очень органично Была сплетена В огромном Пространстве Времени Там 5-6 часов Это делалось Там Я не знаю И не скучно Было И было всегда Интересно Что будет дальше Когда же Кто-то Собьется Когда же Будет Какой-то Момент Во-вторых Звук И вообще Процесс Сведения То есть Все Перетекало Очень Плавно Очень Не было Резких Каких-то Таких Моментов Ты всегда Так Типа Из трека В трек Ты входил Максимально Круто Это Вот Не знаю Уважение Прям А Рома Тоже Играл Да И Рома Просто Невероятные Дреки Ставил И там Типа Махал Ручками Потому что Да Рома Не знаю Для себя Его В музыкальном Плане Переоткрыл В тот Вечер Вообще Ну Типа Ну Они Вообще Сводили Типа Разные Стили Музыки Или Все Было В принципе Вот Хаос Около Хаос Техно То есть Не было Такого Что Типа Jungle Breakbeat Электро Техно Хаос Там Было Как-то Больше Все Сдержано Одна История Да Больше Все Немножко Лимитировано Да Как говоришь Лучше Себя Где-то В коем Котом Менте Ограничить В Селекшене Вот Они Все Тоже Где-то Ограничили Ну Знаешь Можно Очень По-разному Ограничить Могут Быть Стилистические Рамки А Могут Быть Рамки Например Я Люблю Брать Даже Тембральные Ну В том Плане Что Вот У Тебя Даже Какая Трека С А Сейчас Это Везде Этот Аминбрейк Он И в Хаосе И в Техно Мне нравится Эта тенденция Но я Соскучился Мне нравится Тоже Я Соскучился Когда Этого Много Это Надоедать Начинает Но Что Есть Что Есть Это Отсылки Очень Много Становится Ну Тогда Нужно Что-то Другое Придумывать Да Ну В общем Криминал Практис Выделяю Чуваков Которые Классно Играют И Классно Следят За своими Техническими Скиллами В плане Сведения Потому что Не было Такого Как Я не знаю Не хочу Дашу Как-то Колосов Обидеть Или Вы ее на подкаст Не собираетесь Приглашать Да Нет Она Приходит Что ты Говорил Про мои Смори Нет Ну Просто Я был На ее Выступлениях Мне нравится Ее Селекшн Абсолютно У нее Классные Треки У нее Классный Классный Подбор Техно Става Тяжелого Техно Я бы Больше Сказал Такое Достаточно Агрессивное Для Девчонка Сейчас Популярная Что Да Но Тем не менее У нее Есть Такой Момент Когда Один Трек Играет На одном Уровне Громкости Ты Прям Слышишь Что Он Плюс Минус Звучит Нормально А потом Второй Когда Она Сводит Он Очень Громко Играет И он Уже Играет С Искажениями И Как-то У меня Раз Был Момент Я Смотрел Просто На уровне На микшере И они Были В красное Уже Пиковало Я понимаю Из-за чего Это происходит Когда Ты Долго Очень Сводишь И Много Играешь Тогда У тебя Уши Замыливаются Это Называют И Вот Людям Кажется Что Ну Диджеем Кажется Что Тихо Тихо Что Нужно Больше Добавить Это Прям Беда Ну В том Плане Что Пофиг На Искажения Я буду Наваливать У вас У вас Кстати Был разговор Я его Слушал По поводу Можно ли Выходить За 0 Децибел Можно Можно Я считаю Что Нет Что Просто Нельзя Так Делать Ребята Попросите Звукорежиссера Сделать Громче Просто Трек Написан В 0 Если вы Выходите Дальше Просто Все Может Порваться Нафиг Просто Будете Платить Потом За Колоночки Я недавно Бодро Выступал В Тусиби Привет Чувак Если ты Нас Смотришь Залетай К нам Надо Бодрика Немного Позвать В общем Бодрик Играл В Тусиби И Там Порвалась Колонка Просто Ой И она Так Пердела Так Хлопала Да ты Что Просто Весь Зал Походил Под мостом Рвались Колонки Ну то есть Вот это Вот как раз Момент Ну понятно Что можно Там Лимитер Навесить И так Дальше Но есть Момент Когда Просто Трек Ставится Некачественным То есть Ты когда Мастеришь Ты стараешься Ну максимально То есть Ты специально Доходишь До уровня Когда он Там Громкий Плотный Но уже Нету Перебора То есть Когда Качество Не теряется А просто Диджей Берет И такой Ну пофиг Типа Разобрались Скажем так А из продюсеров Кто из таких У меня очень много Мне кажется Вот для меня Почему-то Сейчас Продюсеров Интересных Мне больше Чем Диджеев Да То же самое Почему-то Вот Диджеев Есть Классные Мне Лефти Наталья Как Диджеет Вот Если Знаете Он играет Драман Бэйс Он очень Подходит Очень Серьезно К Селекшену Ко всему И Это Всегда Интересно Послушать Там Уже Опыт Человека Да Не Он крутой Это Без вопросов Лефти Тебе Большой Респект И привет Я его В 2005 Во дворике На ЛТ Мы там Сипили Пиво И Было Круто Ну В плане Что Он Знаешь Он Прям Тогда Уже Писал Крутую Музыку И Зашла Речь За трек И Он Поставил Трек Который Он Написал И Вдохновившись Типа Таким Кто Электро У нас Там Хорошо Играл Электро Хаус Или Электро Электро Сейчас подумаю Попробую Еще Что Из Клозера Не 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 Вдохновился Его выступлением Его Творчеством И Поставил Мне Свой Трек Я Просто Отдел Такой Типа Что О Ничего себе Так Можно Из Клозера Тусовки Мне Нравится Рома Кей Классный Чувак Рома Он Тоже Очень Серьезно Подходит Своим Доступлением У меня Есть Плейлист Как ты Готовишься К Диджей Сетам Именно В плане Диджей Сетов Не знаю Рекордбокс Я Прям Мне Кажется Что Иногда Даже Пере Пере Переусерствуешь Да Может Попроще К этому Относиться Можно Тоже Все В тональность Да Для меня Очень важна Тональность Для меня Не столь Важно Какой Бит В треке Ломанный Прямой Будет Есть люди Которые Для них Это важно Все равно Можно Классно Могут Быть Переходы Может Ты Можешь Опуститься До 90 БПМ Можно Подняться До 180 Я люблю Когда Такие Широкие Но Чтобы Была Одна Какая То Идея Гормональная Это Очень Прикольно И потом Ты можешь Перейти В другую Но Тональность Для меня Самая Я люблю В параллельной Тональность Уходить До Мажор Для Минор Тоже Прикольная Тема Надо Уметь Делать Это Нужно Такие Треки Подобрать И Я Треки Так Запоминаю Они У меня Больше В голове Так Сочетаются Я Очень Долго Я Не Люблю Я Пока Не Нашел Инструмент Для Выступлений Знаешь Коллекция Пластинок Мне всегда Очень жаль Брать В клуб Ну то есть Ты берешь Что-то С ними Происходит Что-то Обязательно Вот у меня Вот это Чувство И плюс У нас Еще не Всегда Звук Остроен Хорошо Под винил Очень редко Респект Ребятам Скеллера Один из Немногих Клубов Кто запаривался По поводу То что С пластинок Всегда Было Приятно Играть Круто Всегда Ты Не ощущал Эту разницу Ничего Папчиков Да Вот Я тебя слушал Уже в новом Келлере Да Ты в новом Саша Прикол У меня было В новом Пока У меня было Радио Слей Последним Треком Ага У меня было Два выступления В новом Келлере Один супер Провальный Я прям Офигел Я не играл Просто полгода И я прям И не работало Ничего В плане Что я подготовил Материал И там У меня три флешки Запасные То есть Одна главная Там вторая И они все Не сработали Старым материалом Сработало И у меня были еще Пластинки На всякий случай И те пластинки Которые по сути Я слушаю дома Они не подсеты Они не подходят Но выхода У меня как бы Особо не было И ну Это выступление Мне еще не понравилось Но второй раз Я реально постарался И это уже было Намного лучше Нет Второй раз Там ты там Нормально разъебывал Там Там было уже Очень танцевальное Узло Что по поводу Продюсера У меня есть Плейлист Короче Плейлист Украинских Музыкантов Которых я обожаю слушать Здесь есть Кола Дима Мне очень нравится Его передпоследняя Наверное Пишка Где он С Трубочистом Правильно Наверное Произношил Ну я понял Здесь Денисом Аду Класс Класс Трек Виктория Бомба Нравятся Некоторые треки Монаконда Тоже прикольные Есть такой чувак Нео Кинг Кнайт Рыцарь Как рыцарь Правильно Кнайт Да Спасибо Я всегда путаю Нео Кнайт Он Не столь известен Но он пишет музыку Аля Для фильмов Что-то очень прикольное Очень классно подходит Санчейз у меня есть Мне очень нравится Его второй параллельный проект Нанич Это круто Дабхед Вера Ну ребята Молодцы Прикольно Сказать Hidden Element Вроде у меня есть В плейлисте Спасибо Ты тоже будешь Где-то ты есть Вот ты Спасибо братан Спасибо Лос Лоджик есть Да Есть прикольная девочка Лос Лоджик Кичи Казуко Кичи Казуко Блин И у него классные треки То есть видно Что она не так давно Этим занимается Но у него есть Есть круглевый подход Да Да Я издавал ребят Еще Катал Джун Очень прикольный Макс привет Да Катал Джун крутые И есть отдельно Анел Джун Она пишет Очень крутую музыку И у него отдельный Альбом Офигенный Лефти у меня есть Поли Чейн Поли Чейн И Кью Сашу я думаю Очень нужно нам позвать У него как раз сейчас Крутой у него подход Мне нравится У меня фаворит конечно Хидден Элемент Ну типа Отцы короче Точнее уже отец Игоря за продакшен Очень уважаю В последнее время Прям видно Что ребята Качество Я вот просто ставлю У меня Если прийти на студию Поставить треки Разных Продюсеров Все классные Но ставишь треки Игоря Там прям Скажи что прикольно Что у нас Продюсеров Как-то стало Гораздо больше Они стали Писать лучше И прям видно Этот прогресс Очень сильно За последние годы Яркий пример Это Каштан Шоу Веры Прям бывают Такие треки Думаешь Вау Вот это Прям ребята Заморочились И мне нравится Что Подтягиваются Другие города Раньше Все таки В Киеве Все больше было Сфокусировано Сейчас там В Днепре Слушай Но были разные волны Разные Разные волны Круто Круто Прямо бы еще послушать Где-то Вживую И познакомиться С этим Человеком Продюсером Ай Ол Мюллен Он Да Я знаю Это чувак С олскульной тусовки Но он давно Очень пишет Пишет музыку Мне очень нравятся Его треки И Типа Есть у него еще Гараж Проект Какой-то Не знаю Как он называется Но Там тоже Прикольно Не Есть И причем Очень круто Что продюсеров Много И как в андеграунде Так и в какой-то Коммерческой музыке И они тоже Классную музыку Пишут Ну в том плане Что она не хуже Чем где-то В другом месте То есть Это уже уровень Знаешь Такой А на разогреве У него играют Намного интереснее Ребята И Так у меня такое было На No Moon На No Moon Приезжал в декабре Я не знал Слушай Круто Да На No Moon Приезжал Мне очень нравятся Его треки Мне очень нравятся Его продакшены Его треки Я слышал Ты и ставил Его трек У него Офигенный мастеринг Просто звучит Вообще Лейбл На котором Да Конечно Севил Да Называется Там Не помню В общем Ну То как он Отыграл Это По сравнению С теми ребятами Локальными Просто диджеями Которые Мало пишут музыку Не так Подецинируются Как продюсеры Но они Просто Два раза Лучше играли Чем Ну бывает Когда классный Продюсер Но он Не очень дидже Такое тоже бывает И обидно Бывает Ты приходишь Послушать Тогда мне кажется Человеку нужно играть Больше лайвы Ну То есть Если ты Как бы Я просто Я обожаю Диджей Сеты Еще из классных Продюсеров Украинских Это Как-то обделенный Вниманием Чувак Мне кажется Но у него Есть И его Проект Нахаг Там Очень такая Тяжелая музыка Достаточно Но у него Вот качество Саунда При этом Я видел На чем он это делает И ты такой Типа Да ладно Ты вот на этом Сделал Вот это Типа Типа То есть Там у чувака Прям Подход Очень мощный И чувак Давно занимается Рекомендую Ру В смысле Он использует Очень примитивную Да Железки Скажем так У него много На ВСТ И при том Что у него Обычные Мониторы Самые Какого-то Названия Ну короче Самые Самые Обычные На том Момент Что он Сидя У себя Дома Грубо говоря Да Смог Достичь Какого-то Такого Невероятного Саунда Которые Очень многие Люди В студиях Не достигают Я обожаю Такой подход Чувак Скурпулезно И причем Он Бывал неоднократно На студии И он показывал Такие моменты Чувак просто Скурпулезно Сидит Эквалайзером Прям Один какой-то Звук Эквалайзером Часа 4 Ковырять Ну я там Часть сделал То есть Он не все Даже еще сделал Понимаешь Ты такой А ты уже Устал На самом деле За этим наблюданием То есть Чувака Прям реально Подход Классные Продюсеры Круто Чтоб они Между собой Больше Коллаборировали Этого реально Сейчас не хватает Потому что Мы можем Еще лучше Сделать уровень Когда будем Делиться Знаниями И подходами У нас еще Как-то мне кажется Страдает сторона Пиара Неплохо То есть У нас Очень много Продюсеров Но мы О них Не знаем До появления Каштан-шоу Например Слушай Ну Индустрии Практически Я не знал Куда Кидать Свои треки То есть Первый раз Я себе Дал знать Только на Каштане Серьезно? Да Круто Вера Тебе привет Спасибо тебе большое Респект Уважуха Ты делаешь Прекрасные вещи Вот И на самом деле Я до этого Очень долго Писал музыку Чувак Очень У меня Еще не было Студии Но я Там прям Годами Сидел Оттачиваю Звук Но при этом У меня Приходили Друзья Домой Такие Ну Типа Мне Слава Богу Хватало Друзей Которые Мне говорили Мне всегда нравится С Роуэн Сноу Если знаете Такой чувак Я всех задолбал Этим чуваком У него просто Ну Невероятно Крутой Санх По мне Очень красиво Он сочетает Прям Там Художество Такое Да Это прям Высокохудожественная Музыка Я считаю Вот И он Я прям Ставлю его трек Послушаю Домой Ставлю свой Домой Оу Это же типа Всегда Как-то все В сравнении Это познавалось А что тебе Чего тебе не хватало Ну вот Интересно Технической части Или Всего Технической части И не хватало Какой-то Рисунка Красивой Знаешь Типа Музыкальности Музыкальности Да То есть Я до сих пор Считаю Что этот первый Релиз Который мне Вышел Он Не сильно Красивый Слушай Он уже первый Ну да Хотя Я смотрю По стате Не хотел Чтобы Это Пласт Сорян Но реально Стата Хорошая То есть Людям Там Есть Прям Два Трека На Висанжар И Паник Атак Это Прям Люди Прям Слушают Чувак У меня Спотики Там Есть Уже Нормально Наслушано Я Так же Сам Открываю На Apple Музыке Один Трек Слушай Они у тебя Концептуальны В том Плане Что Ты Рассказал Какую-то Историю Которая Была Актуальна И Прям На То Время Я Этого Не Уместо Делать Понимаешь У Думаю А что с этим делать При этом Очень долгое время Считал Что я Одинок Во своих Кусах Я Не знал Тебя Например Я Не знал Димона Вову Я Димон Добавил Мы Через Андрея Познакомились Димон Добавил Меня В чат И Начало Узнавать Что Есть Люди Вокруг Которые Тоже Пишут Какую-то Прикольную Музыку До Этого Чувак Я Видел Диджеев Слушают Музыку Но я Понимал Что Музыка Которую Слушаю Я Или Пишу Я Это Другое Вообще Абсолютно Я Такой Куда Я С ней Пойду Кому Я Приду Ты Ставишь Людям Которые Слушают Румынское Техно Без Обид Друзья Уже Просто Вот Здесь Два Двенадцатиминутных Трека О боже Мой Надо Уметь Свести Да Вот Это Скилл Ну короче Типа Ты ставишь им свой брейкбит И знаешь Можно держать Всегда Между собой Я когда свожу подобную музыку Я люблю Прям Них не отпускать То есть В этом и Идея Я Понимаешь Я слушал Много разных На лондонском Залабе Выступают Много разных Прикольных Чуваков И там Выступал Тот же С Ромин Сноу Есть прикольные Также Чуваки Дарк Скай Это уже Один чувак У которых было двое Это было Прям супер мощное Музло Да Сейчас Немножко Делал Да Второе дело Дела Такое бывает Стало понятно Что там второй чувак Больше вкладывался Потому что Альбом Атона Это просто Респект Уважуха Каждый трек Вот реально Это то Что Как ты правильно сказал Выпускаешь Какую-то пушку Альбом Классный И дальше Тяжело Его переплюнуть Вот у них Это Они как раз Идавались На том лейбле Котором я рассказывал Да 15 weapons Да 15 weapons И Типа Ну очень прикольно Я к тому Что Ты прав Абсолютно Что сегодня Все так развивалось И опять-таки Классно Что Вера Делает каштан Слушай Комьюнити Это супер важно То есть Люди могут Раздельно писать Очень классную музыку Но не будет Индустрии Не будет Это Ну взаимообмена И плюс Нужно Чтобы это все Работало в цепочке Да Еще мне нравится Что у нас сформировалась Такая своя Небольшая тусовка Брейкбитерская Знаете Как-то вот Так получилось Что Ну Нельзя так сказать Конечно Как будто бы говоришь Тост Сейчас тут должна быть Нельзя так сказать Конечно Но мне кажется Что с какой-то степени В эту волну Брейкбита Мы вложились Пацаны Вложились Ну то есть Как-то вот Есть какой-то двиг Потому что Я помню Как мы устраивали Здесь на улице Вечеринки И тут играло Всем другая мызло Что играло В клубах В тот момент То есть реально Это Было еще потом Период карантина Мы это делали Делали Скажем так И это было По большей части Да Ломаная Ломанина И мне нравится Что Ломанина Опять возвращается Аммендбрейк Это прекрасно Слава Богу Отлично Что он возвращается Короче Комьюнити решает Согласен Аммендбрейк Аммендбрейк На самом деле Мы можем Достать телефоны И каждый Скажет последние треки Которые он слушал Там Ну последние Прикольно То есть Вы откроете Свой плеер На котором Вы слушаете Музыка Или Spotify У кого-то Apple Music И вы говорите Свои Пять Последних треков Которые вы слушаете Да Вова Извини Мы пишем Но ты можешь так сказать Если ты помнишь Название трека Вот И там Можно Какое-то небольшое Имя Можно Потом Указать Ссылка А как это Посмотреть Последние треки Которые я слушал Пять треков Вот заходишь В плейлист Не знаю В плееры У меня нет Spotify Или давай Я в спотике Смотрю лайки Переслушиваю лайки Можно в лайки Последние там Лайки Добавленные А есть еще Прикольная штука Прослушиваемая за год Я обожаю этот прилист Да В нем есть такая Особенность Что ты никогда Не подумаешь Что этот трек Твой любимый В этом году А такой вот Оказывается Я его слушал Миллион Да У меня такое было Тоже несколько раз Ну можно Ну да С лайком Окей Начинай Тогда ты Значит у меня есть Сейчас я закончил Своё прослушивание На Emotion Response Есть трек Называется Welcome At The Club Welcome to the hell Слушай Welcome to the club Это 50 cents Да Да А 96-го года По-моему Прикольный Ну короче Прикольный Потом я слушал No Moon Собственно Трек называется CPU Limit 99 А он такой Тоже интересный Крючок Но Потом Detroit Detroit Чего PTSD Какой-то Я не знаю Не знаю Кто это Ага Это надо Midnight Мародёр Какой-то Крэш Midnight Мародёр Норм Неплохо Неплохо Название Мне нравится Потом Слушал Placed One Placed One Мне очень нравится Его Вообще Треки Все На всех Лейблах На которых Он издавался Это Liquid Crystals Жидкие Кристаллы Трючок А чём может Трек быть Placed One Placed One И И всё А ну и Fiesta Sound Systems Это Jungle Ага Интересный проект Я не знаю Это один чувак Или несколько Я тоже не знаю Но я его Я уже По-моему По названию Как будто Много Ну да За последнее время Много классного Классной такой музыки Я скажу свой Топ 20 2020 То что Ну и У меня нет возможности Посмотреть последнее Да Всё Кранцов Да Darkstar Мне очень нравится Проект Wolf Есть такой трек У них Прикольные ребята Знаете таких чуваков Нет Первое слышу Серьёзно Нужно будет Пооставлять ссылки Да Это 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 ещё из Дубстепа Варп Рекординг Да Супер известные ребята Я их слушал Это по поводу того Что У них какой-то Электро Дубстеп Это синтипоп С синтипоп С дубстепом Что такое смешать Самый Вот этот момент Когда ты помнишь Я говорил Диджей Музыканты Не знаю Хороший диджей Они играли На Брейве Кажется Два года назад И Перед ними На разогреве Были Айспик И я такой Кто такие Айспик Не буду их слушать Послушаю Darkstar И играли какие-то Хиты 90-х Очень плохо Сводили Никак И теперь я думаю Блин Лучше бы я послушал Айспик Если честно Потому что Я потом И открыл Айспик Для себя Больше Чувак Которого Супер Трудно Произносимое Имя Тумор Я никогда Не могу Произнести Его имя Ив Тумор Ив Спасибо Ив Тумор Знаете Чувачка Тоже Нет Я не знаю Это тоже Супер известный Тип Трансгендер Супер известный Трансгендер Чернокожий Трансгендер На Варп Рекординс Вот так И Аксель Боман Моя последняя Любовь Обожаю его Слушал Диджи Сет Здесь Где-то Тоже В Клоузере Не помню Когда он приезжал Он очень крутой У него Классный Хаус The Orb Обожаю Просто Этих Старичков Просто Все альбомы Люблю слушать И старые И новые И какие угодно Интересно Все То есть Ну У меня есть треки Которые нравятся Есть треки Которые Они Очень У них Столько альбомов Что ты можешь Просто В викдискографии Умереть Просто Там можно Всю жизнь Копать Копать Мув Ди Мне нравится Последнее время Хаус Такое Я очень люблю Я знаю И Джой Орбисон Из такого Что я бы Выделил Очень крутое Да Это Натан Фейк В прошлом году Классный альбом Записали Помнишь Ты слушал Один Очень сильно Переслушал Допстепа Всего Старого Какое Что тебе нравится С допстепа Старого Или нового Ну там Дистанс В XD Не знаю Коднайн Там Варриор Квин Кила Пи Флоу Дан Слушай Мне кажется Многие Недооценивают С четочкой Всякой Очень Такой Яркой Коднайна Он такой Крутой Это чувак Который Открыл Берриал Просто Хайпердап Владелец Лейбла И ну блин У него музыка Супер У меня трек Вот этот Найн Самурай Да Ну это Классика Ты знаешь Этот трек Есть Классный мультик Планета Собак Кажется Так он называется От чувака Сейчас я забываю Все имена От режиссера От режиссера Который Вес Андерсон Спасибо И в этом же мультфильме Звучит тот же сэмпл Откуда он взял Планета Я такой Что Сейчас будет играть Коднайн Да Там он играет Я такой Сейчас будет играть Это взято С одного И того же Сэмпла Скорее всего Вот это Да Да Это история Или Я хочу Хочу верить Что Коднайн Приложил Тому Туда руку Это было бы круто Это вряд ли Сомневаюсь Что они вообще В курсе Друг о друге Да Разные Вселенная Из странных вещей Я еще недавно Я еще недавно услышал Знаете Крафтер Группу Ну конечно Модел У них есть трек Я услышал Оригинал У меня такое Даже разочарование Появилось Но этот трек Написан в 73-м году Крафтер Или в каком-то 70 А это 60-е еще И там Модел Один в один Практически Просто на живых Инструментах Бывает Блин У меня кстати Разочарование Я не очень Люблю Крафтер Короче Крафтер Группа разочарования Для меня Расскажу почему Я еще играл На разогреве С Игорем Смайловым Проекте С Дарквуд На разогреве Одного из чуваков Крафтер Точно У вас еще Такой проект Да И блин Один из чуваков Из Крафтер Он отстой Просто Старый дед Отстойный Он настолько Неприятный человек Я думаю Крафтер Такие классные Ребята А он просто Мерзкий Мудак Со своим Макбук Эйр Типа Записанным Сетом Я не мог На это смотреть Мне было Грустно Бывает Когда Какие-то Кумиры Детства Разочаровывают У меня В данном случае Это Крафтер Ну у меня Немножко Все Прозаичнее Ну Странно Скажем так Тут лучше Подходит Это слово Сейчас Ушки наострились У всех слушателей Так Сейчас будет Что-то Классное Ну там Что-то Без Роландов У тебя есть Плейлист Без Роландов Да Мы все Без Роландов Никакого 303 У меня Кстати Жена Ненавидит 303 Вы с ней Есть Не один Такой Есть люди Которые Не могут Это терпеть У меня По-своему Интересная Музыка Это Акьюпентер Молд Трек Просто Надо Слушать Это Просто Очень Красивая Глубокая Работа Она Ни на что Не похожа Просто Реально Акьюпентер Просто Отличный Чувак Чувак Да Чувак Пишет музыку Причем Он Ни день Не светится У него никакой Инфы Нормальной Нет Просто По нему Видно Что он Такой Немного Ботаник Там Есть Фотки В сети И Чувак Просто Делает Невероятно Он Саду На Тих Фот Чувак Чувак У меня Была Мысль Я бы Снял Себе Видос Свои 30 лет Себе 40 Или 50 Летним Как трогательно Я сижу Сам Себе Записываю Видос Я хотел Себе Сначала Сделать Трек Мои 30 Назвать Его И В клипе Просто Айбом Баста 40 Что ты ожидаешь Когда ты включишь Будет 40 Что ты ожидаешь Какие эмоции Получить Кроме кринжала Что это было Я записывал Сам себе Видос Не Я тебя не договариваю Я в любом случае Это хочу сделать Там не будет Видос Типа На тему Знаешь Что сделай Возьми этот кусочек И добавь Тоже В этот трек Может быть Хорошая тема Короче Я хотел Посмотришь Наши подкаст Я хотел Себе сказать Что Ну типа Сделать Средств Того К чему я пришел Какие-то свои мысли И потом Свои 50 Во-первых Я хотел бы сделать Немного публично Почему Не будем врать Мы В какой-то Небольшой погоне За хайпом И я Не исключение Кстати Вот И Хотел Просто Ну Это Возможно Способ Найти своих Единомышленников В какой-то степени И Записать В принципе Реально Себе видос На тему Того Чувак Типа К чему Что есть Тебе сейчас Чему ты пришел О чем ты думаешь Кризис Кризис Не кризис И понять Просто в конце Спустя время Открыть Посмотреть на себя Тогда И понять Ну типа Что-то поменялось А мне в этот момент Или нет Потому что Я на самом деле Сейчас Не помню Многих своих Идей Или мыслей Или то Как я думал Ты не ведешь Дневник Нет Не веду Абсолютно Я не помню Ну типа Ничего О чем я бы думал О чем я мечтал Ты сильно поменялся Наверное Безумно Чувак И не то Что за последнее время А в принципе Я 20-летний Я сейчас Я даже 27-летний Я сейчас Это Тотально разные люди Абсолютно Я тебя знал Это момент Да Это момент Трансформации Я хочу Все-таки Запечатлеть И хочу Быть уверенным Что В свои 40 или 50 Я не разочаруюсь Путем того Что я открою видео Такой блин Я потерял Больше чем приобрел Типа того Что там еще Да Продолжая Ноту Такой меланхолии И немного Романтизма Люсин Витнес Прекрасный трек Рекомендую Глубокая работа Невероятно классная работа С вокалом Он Это электроника Да Люсин Ну блин Это Люсин Типа Популярный на самом деле Чувак Да Очень круто Не знаю И он Витнес Трек С каким-то Бенут Пилард Какой-то Не знаю Как правильно Произносить Чувак на вокале Безумно красивая Работа Глубочайшая Просто Ну прям Кино снимает То есть Трек реально Под кино Вот Из таких треков Тоже под кино Кларк Чувак пишет Ломанную музыку Но у него есть Трек Называется Back to Belgrad Ты слышал его Последний сингл Он очень крутой Не Не слышал Еще надо быть послушан Я заценю Кларк Мне такими волнами Нравится Мне не все нравится Что он пишет Но он По поводу Концептуальных подходов Он очень концептуально Подходит Да Вот Back to Belgrad Прям Есть зрители Есть люди Которые когда-то Покинули родной город В поисках другой жизни В другом городе Я думаю Вот Возможно У Кларка Тоже была такая Резонирующая Да Какая-то такая же эмоция Типа Как будто Белград Возможно Я не знаю Ничего об этом Исполнителе Но мне так показалось Что как будто Чувак когда-то Уехал с Белграда И вот он написал трек Когда он к нему вернулся По какой Неважно К родителям Ну не суть Ты вот Мне такое было Я когда возвращался В Луганск И я такой Типа Блин Ну я тут вырос Знаешь То есть ты долгое время Не был дома И ты под другим углом Смотришь на вещи Окружавшие тебя Момент Когда ты рос Это круто В том плане Что ты передаешь Вот эту вот Конкретную эмоцию Она нестандартная Это не то Что там Влюбленность Которую уже тысячу раз Пытались передать Это другой подход Вот тут именно возвращение Вот Back to Belgrad Прекрасный трек Он такой Там немножко Звуки такие Назовем это Ломаные На заднем плане Ну красота Очень красивая Но он Чувак еще С идеем тусовки Еще Да Да Из такого Потусить Подрыгаться Хувер 1 Трек 4а Это прям Ну на рейвах Ставить Чисто Взрывная тема И пару треков Из таких Не стандарт Группа Ви Бьюти Трек К57 Это группа Это ребята Которые сочетают Себе Я не знаю Это джазец Не джазец Наверное Это похоже на джаз Я не знаю На что это похоже Это контрабасист Саксофонист Диджей Электронщик Девочка на вокале Барабанщик И это все Один Я не знаю Это такой Тандем Невероятных звуков Ты такой Типа Да ладно То есть Трек начинается Просто Это такой Даб Дабом Прям С контрабасом Он прям Тебя погружает Такая перкуссия Такая электронная А потом начинается Эпичнейший джангл И причем Этот джангл Перерастает в джангл На живых барабанах Типа И под такой Экспрессивный Вои девушки Прям Ты такой Да ладно На счетах Можно было По-моему 9 минут Трек Превосходная Музика Ну и для тех Кто прям Любитель Барабанов Я любитель Барабанов Группа Exploding Plastics Если не знаю Шарите Не шарите Heaven Smarter Babies Называется Трек Просто Набор Набор Я потом Закончу Запись Навалю Пацаны Зацените Набор Просто Драм Да Ну это Драмы Под Разные Разные Акомпанементы Но это Красиво Это Вот Очень Тоже Интересная Музыка Еще Из таких Маленьких Моментов Это Из попсовенькой Музыки Том Митч Ну как попсовенькой Я хотел бы Чтобы такая попса В принципе Была Везде Том Митч И Юсуф Дейз В принципе Альбом их Весь Можно слушать Хорошая музыка Последняя Извините Не знаю Что дофига Рассказал Последняя Обязательно Хочу выделить Обязательно Хочу Выделить Короче Водичка Джеймс Блейк Limit to your love Только ремиксом Hidden element Просто Просто шедевр Игорек Блин Просто шедевр К Джеймсу Блейку Очень странное отношение Раньше Я его очень Не любил Мне казалось Что это Самая скучная музыка В мире Я его ставил Я очень люблю Скучную музыку Очень люблю Мелаколичную музыку Но конкретно Джеймса Блейка У меня есть Пару знакомых Которые Очень хорошо Играют На фортепиано Музыкальные теории Очень подкованы И многие из них говорили Что Джеймс Блейк Гений В плане построения гармонии Что-то нового Ну не того что было Да То есть Очень с музыкальной точки зрения Я не мог его слушать Но Потом Я его начал открывать Со стороны Других исполнителей И совместная его работа С кем-то Это всегда Просто бомба Вот я слушал этот трек Limit to your love Реоригинал Чувак Скучнее музыки Я не слышал Без обид Ну реально Там просто Там прикольная Там такой Нокат баса Да Он умеет Там прикольное Фортепианное вступление И ты ожидаешь Сейчас будет Потом просто начинается Просто бас И он под него напевает И в принципе Потом бас останавливается Опять немножко фортепиано Опять бас Он под него напевает И ты такой Типа Ты весь трек ждешь Сейчас будет Какой-то там Биточек Такой Знаешь Прям сладкий И вот Игорек добавил Такого сладкого Биточка Как раз таки Прям идеально Вставил Прям Не выдержал Добавил Да-да-да Он просто взял И сделал трек По-своему Мне очень нравится Джеймс Блейк И Маут Кимби Совместная работа Офигенная Просто Очень нравится Сейчас Что они делают Джеймс Блейк Маут Кимби Вместе Айпишка Джеймса Блейка Тоже выходила В прошлом году Совместная их работа И с рэпером Я не помню Как его зовут Очень модный Slow Slow Thai Британский Британский рэпер Вот они поработали На славу Они продюсировали Этот альбом Бомбочка Очень совет Если любите Хип-хоп Современный Slow Thai Прикольный Что будем закругляться? Думаю Да Сейчас Как раз На такой ноте Максимально Насхищенно Информационно И музыкально Да Вот И позитивненько Знаете Вот Без говнеца Спасибо Что смотрели Спасибо Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Колокольчики Спасибо ребята Вы когда не ставите колокольчики? Никогда Никогда У меня есть Я ставлю Не вру На одном канале есть На одном Да лучше Коммент Короче Напишите Понравилось Не понравилось Что там вообще Что не понравилось Мистикат 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 Спасибо 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 Продолжение следует...